Добрый вечер. Кто у нас сегодня впервые? Поднимите руки. Есть первый раз. Начало семинара было вчера, мы сегодня продолжаем эту тему взаимоотношений. И мы рассматриваем некую такую матрицу, по которой как бы развивается человек. Некая такая матрица или схема, или путь, естественный путь, который заложен в каждом из нас, программа существует, природная. Мы изучаем сейчас, рассматриваем психофизические центры, рассматриваем человека с точки зрения его психологии и возраста. Каждый год жизни проживается каким-то особенным образом. Это описывается в науке чакровидия. Семь центров, и каждый центр мы проживаем тоже семь раз. Каждый центр проживаем через семь тех же самых центров. Получается, 49 лет мы живем по этой матрице. И в зависимости от того, как мы проживаем данный конкретный год, от этого будут зависеть наши следующие жизненные позиции, успехи, проживания или непроживания, понимания или непонимания. Как мы говорим, судьба так складывается. То есть что-то нам в жизни легко достается, что-то трудно, что-то вообще недоступно. Если человек лишен как бы духовного видения, то его жизнь сравнивают с бабочкой. Бабочка, ну как называют, ночная бабочка. Она рождается уже после заката солнца, а умирает до восхода солнца. Никогда не видит солнечного света. То есть нет опыта, в принципе, такого. Поэтому есть люди, которые утверждают, что вообще этого не существует в этой сфере, не нужно вообще об этом говорить, не нужно тревожить как бы ум людей, их волю. Зачем беспокоить? Они заняты вот какой-то деятельностью. Зачем вы еще какие-то вещи говорите? Вы беспокоите. Но есть люди, которые непосредственно догадываются об этом, об этих высоких уровнях развития. Внутри себя могут интуитивно догадываться, что есть какой-то скрытый у меня резерв, какая-то энергия. Или верят, когда общаются, или видят, или чувствуют, или читают стихи, или философию, что это пробуждается необъяснимое, то есть нераскрытое. Но я могу это ощутить как потенциал свой. Как потенциал. И чакры видят и объясняют конкретно, что это такое, как проявляется, или почему не проявляется. Мы уже описали здесь вчера с вами три таких семилетних цикла от первого года рождения до 21 года. Я вкратце повторю, что же это было вчера. То есть семь чакр, которые раскрываются одна за другой последовательно. Никогда не происходит так, чтобы это было через какой-то центр происходило развитие. Последовательно подобно тому, как представьте, есть такая ракета космическая, у которой есть три ступени, обычно говорят, но в нашем случае семь ступеней. Загорается сначала нижняя ступень. Когда она выгорает, последовательно загорается следующая ступень. И так постепенно отбрасываются эти ступени, она выходит на орбиту или на заданную траекторию полета. Подобно этому. Сначала включается первый вид энергии. И в любой ситуации новый для нас включается страх, который помогает нам быть внимательным, очень, очень алертным в этой ситуации, чтобы правильно сориентироваться и освоиться в этой ситуации. То есть некий страх. Как если, скажем, вообще первый раз пришли на эту тему, в эту аудиторию, где никого не знаете, вы тоже чувствуете себя как в обществе новым. Вот так, может быть, скованно страх. Для этого состояния существуют определенные одежды, определенное поведение, определенный этикет. Я здесь сидел и держу за зубами, я просто смотрю, я должен одеться должным образом, я некий страх испытываю. Или стыд, еще говорят. Это в любом новом обществе. В любом новом коллективе так происходит. Вспомните себя, когда вы пошли в первый класс. Вы же были ни живы, ни мертвы, правда же? Вы шли в школу. Такое заведение. А потом уже вы поняли, что школы-то тоже разные бывают. Уже по-другому оценивали. Уже в последующие годы вы по-разному относились к этой ситуации. Итак, первое – это выживание. Рождение означает страх. Затем уже второй год, другая чакра, чувства просыпаются. Значит, сначала страх, чакра нижняя, от копчика, выше, до лобка, там чувства находятся. То есть это нижние чакры, их называют. Там же сексуальная чакра, чакра выживания, чакра чувств. Здесь у меня капризы. Хочу, не хочу. Я уже могу сказать, что это мне нравится, а это не нравится. Вот я капризничаю. Третий год – чакра деловитых отношений, так скажем, деловая чакра. Это, значит, активное изучение мира. Должны разобраться, что вообще такое вокруг меня происходит, что за предметы, что за явления. Любознательность. И вот ребенок в три года, он очень активен в этом смысле слова. Он уже умеет ломать, разрушать, потому что ему интересно, что это вообще такое. Не сломаешь – не поймешь. Эта чакра открывается познанием. В четыре года гармония. Он уже может не только ломать, но и строить. Уже конструктор можно ему купить какой-то, он уже какую-то фигуру сложит. То есть он уже какую-то гармонию начинает видеть. Интересно общается. Радостный ребенок в четыре года. Это позитивный, оптимистичный. То есть радость, энергия радости, гармония. Привносит радость в семью. Даже вчера, мы говорили, старики, которые вот одной ногой в могиле, они всегда чувствуют радость, общаясь с такими детьми. Для них это радость, гармония. Это дети обладают таким могуществом, как бы оптимизмом в эти годы. Открывается чакра. Затем, вслед за этим, в пять лет своей жизни ребенок начнет философствовать с вами. Сдавать очень странные вопросы. Будете поражаться вообще. Откуда у тебя такие вопросы? Когда-то я свою мать спрашивал, откуда я взялся. Ну, как и все мы, правда же, мы же спросили когда-то. Обычно это лет пять. Если вы шли как-то медленнее по этим центрам, это может не совпадать с годами иногда. Вы можете спросить иногда это в девять лет или в семь лет. Можно отставать немножко в развитии в силу каких-то обстоятельств, где вы не поняты и так далее. Например, рождаетесь в страхе. Что это означает? Ну, представьте, вот вы болеете, тоже страшно. Или вы останетесь одинокими, тоже страшно. Или вы должны вот-вот умереть, тоже страшно. В чем вы нуждаетесь? В поддержке, верно же? Ребенок, младенец, он полностью зависит, он нуждается в поддержке. Значит, должна быть соответствующая среда, чтобы он чувствовал себя хорошо. Он должен чувствовать, что рядом есть защита, рядом есть мама, рядом есть исполнение желаний. Тогда он, естественно, следующий чакр раскрывается в нем. Но если он не получает этой должной поддержки, он остается на этом уровне долгое время. Представьте себе. Открываются чакры чувств, страх не уходит. Что это означает? Когда дети играют вот эти деловиты или гармония, эти дети становятся агрессивными. Потому что они не реализовали, чакра страха не отработана. Он чувствует, что если я сам за себя не постою, меня никто не защитит. Потому что в детстве меня мать бросила, например. Или не отвечала на мои чувства. И он становится вот таким агрессивным, хотя другие чакры развиваются, но все идет как бы в другую сторону развития его. Это уже преступный элемент. Потому что они именно руководствуются энергией страха больше всего. Как вы понимаете, они руководят другими при помощи страха. Они вызывают страх, и тогда они могут как-то вот управлять людьми. Означает, что они сами находятся в этом же точном состоянии, боятся окружающего мира. Это пример такой. И если все было нормально, то в пять лет вы спросите. В пять лет уже зададите философский вопрос. А кто я и откуда? Когда я спросил свою мать об этом, я хорошо помню. Я ждал ответа. Мне было очень интересно. Вопрос у меня был потрясающий. Как же я раньше не спросил об этом? Раньше я даже не думал об этом. Вот теперь я спрашиваю. Мать улыбнулась почему-то. Странно как-то. Как-то несерьезно себя повела. Говорит, я вообще не помню. Говорит, как? Как ты не... А кто помнит? Говорит, да, бабушка откуда-то принесла, я не знаю. Я побежал к бабушке сразу же. Странная вещь какая-то. Я не могу даже догадаться об этом. Я свою жизнь с матерью связывал, она в третьем во всем, она все знает. Конечно же, все ответы, вот не знает. Бабушка тут замешана каким-то образом. Говорит, бабушка, а куда я повелся? Говорит, так, мама, спросите. Говорит, так она сказала, что ты принесла откуда-то? А, да, 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 да. На огороде нашла, где-то в капусте, вышла рано утром. Говорит, ты там лежишь, я взяла и принесла, да, мою матерь отдала. Говорит, ну ладно, ладно. А кто меня туда положил? В капусту-то? То есть я, конечно, верил всему тому, что говорят взрослые, так и не мог, не мог так и до конца понять, откуда это все произошло. Мне никто не... Просто смеялись, меня гоняли туда-сюда. Какие-то секреты, похоже, были. Это значит уже философская чакра открытая. Если вы задумываетесь об источнике жизни, о начале жизни, о начале творения, об источнике вселенной, скажем, как ученые физики, это чакра философская. Если у вас такой интерес есть, значит, чакра открытая. И если вы не получите ответ, то вы не сможете перейти на другую платформу, скажем, чакра мудрости следующая, то есть применение этого знания. Ответа нет, жизнь бессмысленна, значит, и законов, собственно, других уже высоких нет. Я живу, как хочу. Это моя жизнь. Источника нет, смысла нет. Понимаете? После смерти ничего нет. До моего рождения меня тоже не было. У меня только один шанс как-то наслаждаться. Я опираюсь тут на свои чувства, на этот страх, на свою способность что-то организовывать и создавать тут своими силами. И я начинаю тут хаос сотворять. Просто делать то, что мне хочется. Потому что живем-то один раз, понимаете? То есть, если я не получу философский ответ вовремя, риск, что я отвергну вообще какую-то философию, как непрактичную, она не применяется в жизни, она не нужна никому. Нет ответов на вопрос. То есть смысла тоже больше нет. Я сам решаю теперь, что делать, что мне делать. То есть, а чакра мудрости означает, что мы получаем философские ответы на нашу жизнь. Мы знаем, откуда мы пришли, куда мы идем. Все, ясно, жизнь теперь у нас направлена дальше в мудрость, в применение. Начинает практиковать непосредственно мудрость в жизни. Мы вчера говорили эту формулу. Поступай с другими так, как ты хотел, чтобы поступали с тобой. Это вывод практически всей философии. Смотрите. Чтобы именно так поступать, необходимо иметь глубокие философские знания. Чтобы быть убеждены, что вот это вот правильно. не вызывать страх у людей, не причинять им боль или беспокойство, не раздражать их, как в семьях сейчас большинство людей, они начинают раздражать друг друга, причем даже умышленно. Ругаются и умышленно продолжают раздражать друг друга, пока не подерутся. А потом жалуются, что вот рука поднимается, понимаете, насилие применяется. Вот эти вещи, они нужны. То есть, мудрость нужна в жизни. Как уметь терпеть, как уметь прощать и почему это нужно. То есть, если нет этого образования, более высоких чакр, нечем будет контролировать наши низшие как бы инстинкты, реакции. И мы тоже начнем просто ссориться, просто вот так решать все вопросы. И затем, эта мудрость, когда мы ее практикуем, седьмая чакра заканчивается духовностью. Сахасрара, это вот здесь темя, вот тут очень высокая энергия, она способна контролировать все. Только при помощи духовной энергии можно победить все виды страхов. То есть, фактически, здесь бесстрашие. Лекарство от страха, вот эта чакра. Остальные, как бы, путь к этому бесстрашию. Духовность означает, что мы понимаем природу и качество духа. Начинается с веры, а заканчивается непосредственно реализация этих энергий. как говорят веды, дух — это сад, чит, ананда. Философски он обозначается этими терминами. Сад — вечный, чит — полон знания, ананда — полон блаженства. Это философское, теоретическое определение. Так вот, когда открываются чакры, мы начинаем чувствовать это. У нас появляется способность. Так же, как глаза открываются, мы начинаем вдруг видеть. Это тоже определенный глаз открывается, где можно, наконец, понимать, что такое живое существо, что такое сама жизнь. Это внутренняя энергия, внутренняя сила человека. И, значит, первые семь лет вот так ребенок проживает, это заканчивается тем, что он верит во что-то неизведанное, таинственное, необъяснимое. Уже вера есть, хотя он не знает, что это, он уже верит в нечто. Или, как говорят психологи-ученые, это уже аксиома, постулат, утвержденный в мире науки, доказанный, кстати, не так давно, что каждый ребенок рождается с врожденной верой в Бога, сверхъестественной силой. Это есть абсолютно в каждом ребенке. Он верит во все, в сказки, в любые вещи. Вера у него полностью открыта. То есть, духовная чакра работает. Итак, что мы делаем, чтобы, скажем, остановить человека в какой-то деятельности, в каком-то качестве, в каком-то поступке, в какой-то привычке? Мы обычно стыдим его, не так ли? И чакра закрывается. Если вы стыдите человека за страх, страх уходит вглубь, становится его природой. Нет. Труса, лечи опасностью, говорится. Стыдить не нужно. Нужно его лечить опасностью. Нужно непосредственно увлекать в какую-то деятельность, где есть определенный риск, и он там научится справляться с этим. И если мы стыдим человека за чувства, то он начинает прятать свои чувства, чакра захлопывается, закрывается. И за что бы человека не стыдили, мы наносим вред, мы останавливаем его развитие. Как, например, в мою бытность людей стыдили за за то, что мы принадлежим к какому-то полу. Стыдно это было говорить вот об этом или думать об этом. И люди думали об этом внутри себя. Скрытые были вещи. Не очень хорошие, скрытые вещи были у людей. То есть в уме, там где-то потайные такие вещи. Когда люди остались наедине, они делали одно, а в обществе они поступали по-другому. Как бы вот эта вот греховность такая была внушена человеку. А нужна не греховность, а чистоту внушать человеку. То есть на эти вещи мы должны обращать внимание. Стыдить не нужно. Нужно просто не обращать внимания. Обращать внимание на более высокие качества человека. И все. И затем он проживает следующий этап. Здесь семь, здесь восемь лет. Он проживает чакру чувств. Через все другие проходит. Значит, чувства заканчиваются тем, что в 14 лет он обожествляет своего партнера. То есть первую любовь он способен ощутить в 9 лет, когда две чакры соединяются. Чувства и чувства встречаются, усиливаются. Примерно в 9 лет уже ребенок может ощутить очень глубокое чувство любви, влюбиться. Платоническое чувство любви. Мы опять же говорим, цифра не точная. Это может меняться. Также и в другую сторону. Например, человек может проявлять качество, в два раза превосходящее его возраст. Это означает, что встретили великую личность. У него идет ускоренный вариант развития. Не ежегодный, а как-то по-другому. То есть у каждого еще свой режим существует. Но в целом вот так представлена эта наука. Каждый год открывает что-то новое в человеке. здесь просыпается чувство, страх, новых ощущений, потому что начинает гормональный фон меняться в теле человека, сексуальная энергия начинает пробуждаться, и человек, чувствуя это, начинает пугаться. Что со мной? Почему так? Такого раньше не было. Как к этому относиться? Он не знает, он боится. Затем, когда на следующем этапе чувства и чувства они усиливаются, и он влюбляется, в полную силу срабатывает эта энергия, в полную силу. Затем он начинает изучать, то есть на уровне практики общаться с противоположным полом примерно лет в 10 уже проверять, что это такое вообще. В школах они уже начинают играть, там за косу дернутся, смотрят, что будет из этого. Что это уже за природа такая? Что такое мальчик? Что такое девочка? Как они говорят? Как они реагируют? Пытаются понять, изучить при помощи вот таких вещей. Дерутся, ругаются, визжат, что это, ну такие игры как начинаются у них. А на уровне гармонии в этом возрасте возникает идея дружбы. Это 11 лет. Вчера мы упоминали об этом, что примерно в эти годы ребенку нужно дать представление о дружбе ясное. Это очень важный момент в жизни подростков. Положить правильное понимание дружбы. Если мы это пропустим, очень сложно будет установить это в другом возрасте. Эти вещи. Так же, как, например, до 9 лет ребенку очень трудно сказать о любви. Никогда этого не испытывал, он вас не поймет. Но уж когда он испытал, и вы говорите, он вас будет понимать. То есть ему как бы свое время в этих отношениях. и в чакре мудрости тут дружба, здесь философия любви, он пытается понять этих отношений, а здесь верность и мораль. Верность родине, верность в дружбе. Вот эти вещи сильно вдохновляют ребенка в этом возрасте. его, скажем, 13 лет. А здесь он способность одухотворить, обожествить партнера. Вплоть до каких-то очень красивых изложений, поэтических стихов, или в музыке, не знаю, или в поведении. Вот эти чакры работают таким образом. Затем на третьем этапе в 15 лет страх, страх любви. В чем он выражается этот страх любви? В том, что в 15 лет он догадывается, что если я хочу иметь близкого человека, партнера, мне нужно учиться жить самостоятельно. Вот это пугает мысль его. А самостоятельность, значит, не готов, хотя чувства и отношения уже строят, не готов к самостоятельности. на жизни страх испытывает. Затем эгоистическая любовь. Затем в гармонию пытаются понять, как получить признание этих отношений от других. В 19 лет уже философии семейной жизни человек уже понимает, что такое семейная жизнь, если чакры правильно у него работают. Уже ответственность в 19 лет человек может принимать за семейную жизнь. Мы вчера сравнивали это с тем, что современный человек в 19 лет не способен еще понять все ответственности семейной жизни. Сейчас время другое. Мы не так быстро и как бы правильно развиваемся. потому что наши высшие чакры практически заблокированы. вчера мы объясняли, что максимумом мы знаем, имеем опыт до деловых отношений. Вот это уже великая личность в нашем понимании, то, что мы видим, это какой-то деловой человек, который умеет делать дела, быть богатым, успешным и прочее, то есть обеспечивать себя и свою семью вот таким вот образом. При этом эти деловые люди, они далеко друг с другом не сотрудничают, это мир конкуренции в бизнесе, серьезно, они не знают, как это делать, они до гармонии не доходят. Поэтому обычно наши современные представления в гуне страсти до деловых отношений максимум, как правило, это уже идут исключения из правил. Философия означает хотя бы Сократ, хотя бы Сократ, хотя бы уровень Сократа. То, что он знал, это настоящая философия. Ни что-то необычное, просто настоящая философия, осмысленная. И еще больше людей остаются на уровне страха и чувств. То есть чувства говорят им, что то правильно, это неправильно, то хорошо, это плохо, они все это постоянно обсуждают, критикуют, но сами при этом ничего в жизни сделать не могут. Деловая чакра не открыта, они боятся вступить в жизнь. Какое правило этикета? Если вы говорите о каком-то недостатке в обществе, это значит, что вы должны служить этому моменту, вы должны взять на себя эту ответственность. Но люди говорят, но ответственность брать не хотят. Страх. То есть вот страх и чувство, страх и чувство, страх и чувство. Когда я провел консультации с многими людьми по этой чакре виде, когда индивидуально приходили консультироваться, я с ужасом увидел эту картину, что большинство, подавляющее большинство людей находится на уровне страха и чувства. Так остаются капризными людьми всю свою жизнь. Не способным толком ничего серьезного в жизни сделать из-за страха. но постоянно чувствуют и что-то говорят, 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 говорят. Мнение, 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 бесконечное мнение. Страх любви. И в 21 год, в 21 год это одухотворение, идея, я буду подглядывать сейчас, не всегда память работает хорошо, поиск духовной стороны партнера или совместного развития. То есть, как мы говорим, в колонке страха человек находится и лекарство страха последняя колонка духовность. Если она закрыта, человек всегда будет находиться преимущественно в страхе. не освободиться от этого состояния ума. Действовать из страха, что нет денег. Или страха, что в стране может быть кризис. Или страха болезни, что нужно будет больничный, какие-то гарантии. Или в страхе от того, что семья может разрушиться, он не уверен в партнере. И то есть, на каждом шагу, он когда думает, он начинает испытывать сомнения и страхи. Вот это жизнь человека такая. Но здесь, если он испытывает страх любви из-за того, что ему придется принимать ответственность и жить самостоятельно, как решается этот вопрос? Оказывается, мы можем вместе помогать друг другу, вместе решать все проблемы. Вместе мы сильны. Видите, в одиночестве мы слабы, вместе мы сильны. Вместе означает, что мы проживаем все эти чакры, мы понимаем все виды людей. Поэтому мы можем вместе со всеми гармонично существовать. Если мы не понимаем друг друга, мы в одиночестве. Если понимаем, можем пользоваться всей этой энергией, всей жизни. Не только человека, но и природы, и деревья, и животные, говорится, в ведах. Вся праджа дает нам силу для жизни. Если мы понимаем эту природу, тогда мы от страхов избавляемся. Если мы не понимаем эту природу, то мы думаем, а мало ли что может случиться не так в этой природе. Если мы садимся в автомобиль, едем в город, не зная правил дорожного движения, это просто страх, просто паранойя. Если я не знаю, откуда выйдет автомобиль, куда мне поворачиваете, когда тормозите и так далее, это просто кошмар. Как можно так ездить по дороге? Но если вы знаете правила дорожного движения, вы едете бесстрашно, то есть вы знаете законы. Если мы понимаем хорошо людей, если мы понимаем эту вот науку, то мы можем не бояться ни одного из этих проявлений. Просто найти им точно место нужно. И жизнь будет складываться очень гармонично в одном направлении и с большой силой. Продолжим дальше. Это вкратце я пытался пересказать то, что мы говорили вчера. Теперь. 22 года. начинается новый цикл у нас семилетний. 22 года снова страх. Мы снова в колонке страха. Страх прожить всю жизнь с одним человеком, либо остаться одному и то и другое страшно. 22 года. по-моему, у Чехова есть такой рассказ об одном человеке, которого пытались женить, и так и не могли. Он всегда выпрыгивал через окно в день свадьбы. А почему? Он там рассказал наконец-то, почему. Я как подумаю, что нужно с ней одну и всю прожить, у меня страх, я убегаю. Вот это страшно, я не знаю, как можно с одним человеком всю жизнь жить. И одному оставаться тоже страшно. И вот он метался, каждый год пытались женить, каждый год он хотел этого, и каждый год он избегал этой ситуации. В нашей жизни тоже много таких моментов, когда мы чего-то очень хотим, но боимся делать. Нужно, но боимся это делать, препятствия. Итак, двадцатого года он уже осмысливает эту вещь. Страх означает, что ладно, нравимся друг другу, но всю жизнь жить вместе. Такая вещь сложная. Затем, как всегда, чувства нас вытаскивают из страха, как вы видите. Страшно, но когда есть чувства, мы забываем о страхе. Чувства пробуждаются, мы забываем о страхе. Например, один человек, он очень боялся, испугался шторма в океане. Но и не мудрено, если первый раз попасть в шторм, там не только испугаться, можно умереть из страха вообще. Картина на самом деле жуткая. Когда эта стихия бушует, и он был на корабле, он ушел в плавание рыбаком. Ну и там качка, это нужно было все привыкать, симптомы очень тяжелые, и тут шторм, первый шторм в его жизни. Он был в полном ужасе, неуменяемый. И тошнота, и все остальное, вот этот жуткий страх. Что вот сейчас еще один раз на волну и вниз, и нам конец, нас накроют сверху, и мы больше никогда не всплывем. Ну такие, знаете, пятиэтажные волны, такая вот махина вот кругом, вот все качается, все проваливается, поднимается, и судно скрипит, трещит, и вот если все это слушать внимательно, страшно очень. И он схватился руками за какую-то там мачту, и, наверное, молился всем богам вообще. Больше ничего не мог делать. Через какое-то время он заметил, что вся команда чем-то занята при этом. Они туда, пробегают сюда, они там что-то делают, работает. Он стал замечать, что все работают, никто вообще не обращает внимание на эту качку. И какой-то моряк наконец пнул его ногой и говорит, что ты тут вообще стоишь? помогай, работай. Работай. Работай-то продолжай, это нужно работать. Он занялся работой и забыл о страхе. То есть его не стыдил никто, просто его заняли деятельностью. И он забыл. Переключился, чакра переключилась. Все, как только чувства включаются, все, вы забываете про страх, пробуждаются чувства. В 23 года, поскольку у нас чакра гармонии, это четвертая, и вот она четвертая здесь чакра, это чакра гармонии. На страх прожить вместе мы не уверены, сможем ли мы гармонично жить. А затем уважение чувств других. Уважение. Открываются чакры чувств плюс чакра гармонии. Это выражается, что есть уважение чувств других. Вот это уже начало семейных отношений, о которых мы сегодня будем говорить. В брак вступать страшно. Ну, конечно, хочется. Это торжественно, все. И все это делают. Все уже в браке, у всех есть дети, мы это не жениться такого. Но самому вступить в брак в первый раз, это очень волнующая такая церемония, есть некий страх. Но если есть уважение друг к другу, страх уходит. То есть семейное начинается с уважения, чувств и потребностей, желаний другого человека. Это уже начало семейных супружеских отношений. Если уважения нет, это еще не супружеские отношения, это просто привлечение двух полов, так скажем. Или, как говорят в народе, снюхались. Они снюхались, там нет какой-то основы, знаете, для брака, уважения супружеского, долгое осознание, но просто им нравится быть вместе, обниматься, лежать и так далее. Ну, то есть снюхались и поженились. Поэтому здесь уважение. Уважение – это слово, славянский корень имеет увага. Увага означает внимание. Уважение – не что иное, как внимание к партнеру. Полное внимание. Близкое человека, нужно быть к нему очень внимательным, друг другу внимательным. С этого начинаются их супружеские отношения как таковые. Это уже брак. И чтобы это было, необходимо дать обеты. То есть брак освящается, это храм или церковь, или мечеть. Священники вас спросят, если вы пойдете в церковь. Обещаете всю жизнь этим человеком жить, помогать, защищать, выполнять свой долг? Да. Вы обещаете? Да. Даете обеты. Эти обеты помогают нам помнить, что мы должны делать в браке. Почему? Потому что чувства будут очень сильны. Чувства будут очень сильны. Поэтому, чтобы говорить о долге, нужно дать обеты, вспоминать их, чтобы подняться на более высокую чакру. Нельзя оставаться на уровне чувств всю жизнь. Чувства имеют природу привлечения, а потом отвержения. Когда приятно, они привлекаются, притягивают. Когда присыщаются, становятся уже обычным или неприятным, отвергают. Поэтому из браки разводы. Браки разводы. чувства работают таким образом. Пища нравится, мы едим, но желудок полный, не хочу. Все это я выбрасываю остатки пищи. Не нужно больше. Если этот принцип приложить к семье, он неприменим, вот к каким-то высшим более понятиям, как долг, там, ответственность, неприменима. Итак, здесь понятно, что когда на чакре гармонии, человек понимает, что через уважение к чувствам других мы можем жить всю жизнь. Что это означает? Не злоупотреблять чувственными наслаждениями друг друга. То есть, сексуальные отношения должны быть отрегулированы. Нельзя превращать друг друга в секс-машины две. Вот об этом речь. Прямо, прямым языком. Брак – это неузаконенная проституция, там совершенно другие задачи. То есть, секс имеет право быть там для определенной цели между супругами. Это законно, все хорошо, но в результате должны появиться хорошие дети. Если плохие дети появляются, это был плохой секс, неправильный секс. Так говорят веды. Поэтому и женщин, и мужчин веды защищают от незаконного, ненужного секса. Это прежде всего защищает интеллект человека. Иначе не теряют уважение. Просто это потребительское отношение возникает друг к другу. Если мы на сексуальной основе встречаемся, то это вырастает в требования. Больше денег, а я это хочу, то давай мне. То есть, за секс нужно платить, и каждый это хорошо знает. Мы вступаем в такие вот как бы торговые отношения. Если сексуальная жизнь доминирует, отношения будут торговые. Никто не хочет служить бескорыстно, все считают, кто сколько что делает, а я тебе не нанялась стирать носки. Покупай стиральную машину мне. Сейчас можно многие разные вещи услышать в семье вот прям буквально до такого. Вот таким тоном могут говорить друг с другом супруги. Означает, что у них нет еще супружеских настоящих отношений. Чакры закрыты. Итак, уважение к чувствам других означает не злоупотреблять своими желаниями, не использовать кого-то, не эксплуатировать чувства друг друга. Затем 24 года забота о всех сторонах жизни и членах семьи. Это 24, деловая чакра, здесь способность заботиться. вы встречали человека в 24 года, который может позаботиться полностью о своей семье? Ну, возможно, встречали, я не иронизирую, возможно, есть такие, но это не так часто встречается. Это очень успешно, очень как бы люди неординарные, которые способны в 24 года крепко стоять на ногах и о семье заботиться не означает, что заботиться о своей жене и об одном ребенке, а еще и о своих матери, отце и еще какое-то внимание уделять родителям жены. Вот такая способность. Это 24 года. А вы скажете, ну это уж как повезет, не так ли? Дело не везение, а в том, что открыты центры. Когда центры открыты, это возможно и нетрудно сделать в любом обществе. Как говорил один святой своим ученикам, он сказал, у вас должно быть хотя бы достаточно разума, чтобы заработать деньги хорошие. Если вы хотите прогрессировать, у вас должно быть хотя бы минимум разума достаточно, чтобы заработать хорошие деньги. Если вы даже этого не можете сделать, значит вы не ученики. И есть наука, которая объясняет, как делать деньги, потому что деньги можно привлечь к себе. Не бегать за деньгами всю жизнь, они убегают от нас, а привлечь к себе деньги. Ведическая древняя формула такова, вы о ней подумайте, пожалуйста. Формула богатства знаете какая? Служите на районе, Лакшми придет сама. Лакшми – это богиня богатства, удача, фортуна. Мы же все хотим именно фортуну в жизни, удачу. А она супруга не наша, она супруга на районе, Верховного Господа. Служите на районе, Лакшми самовредит. И когда мы ставим такие бескорыстные высокие цели, энергии приходят сами, как мы, ну, примеры мирские можем привести обычные, благотворительные фонды. Вы просто хотите помогать другим людям, и вы можете собирать деньги у других людей, они вам дадут, видите, они сами согласятся, вы даже работаете, работать не нужно. На благотворительный фонд люди дадут. Я читал однажды книгу о русских как бы святых, ну, священниках, еще до революционной России. И там был один интересный пример. Один священник, я не знаю, был ли он священником всю жизнь, то есть один человек до революции, христианин, он был известен тем, что раздавал всегда все свои деньги и все, что люди просили у него. Не отказывал ни одному просителю вообще, не было такого. Если у него что-то было, он отдавал. И всегда к вечеру дня у него было пусто в квартире, а утром снова приходило все. Потому что люди знали, что он занимается такой благотворительностью, он посылали много денег со всей страны. Иногда посылали за день до 15 тысяч рублей по тем временам. Это целое состояние было практически по тем временам. И что интересно, что уже к вечеру он все раздавал. И ровно столько прислали, сколько на день приходил опросителей. Никто это не регулировал. И там просто описывается вся его жизнь таким образом. Он так прожил всю свою жизнь. Вообще не думая о деньгах, ни о своей квартире, ни о своей собственности, просто помогло людям, деньги приходили сами. Это пример. Один из примеров, что написано в Ведах. Это можно применить не только в форме благотворительности, это можно в принципе применить где угодно. И в семье, и на работе можно работать, можно не собирать пожертвования. Но в служении Богу к вам будут приходить лучшие предложения. Если вы заботитесь обо всем обществе, к вам будут приходить высшие энергии. Один человек жаловался мне в Сибири. Он министр в какой-то области. Жаловался в том, что он всю жизнь работал в Казахстане, а во время перестройки вынужден был покинуть Казахстан. Ну, потому что он русский, ну, то есть какие-то были такие вот причины политические или какие-то еще. Он не мог там оставаться, потерял положение. И как русский человек должен был вернуться в Россию. А в Россию он не жил никогда. Он прожил все равно в Казахстане. И представьте, он оказался в Сибири, потеряв высокий пост министра, за этим большие усилия были, целая жизнь остался ни с чем. И жаловался меня об этом. Почему? Говорит, у меня такая судьба. Скажите, вот вы понимаете закон о судьбе? Почему с вами такое произошло? А я его спрашиваю, а сейчас вы кто? Говорит, министр. Так ну что же, говорю, вы жалуетесь. Видите? У вас есть качество министра. Куда вы не приедете, вы станете министром. У вас открыты чакры, центры, они работают. Необходимая энергия у вас просто есть при себе, вы ее с собой носите. И куда бы вы ни пришли, вас все равно назначат министром. Так же, как если вы врач, вы везде врач. Хоть в Африку появляете, все равно вы врач. Больный к вам обратил. Лев, кто его назначает на царство в лесу, скажите? Кто-то этому документы вообще выписывает, как это вообще происходит? Его природа это утверждает. Это тоже умонастроение и психофизическая природа устанавливает. И так, когда у человека работают все эти центры необходимые, он может позаботиться в 24 года обо всей своей семье легко. Не думать, что это какая-то удача или неудача, или образование, не образование. Большинство греческих философов, самых известных, были самоучками, у них не было никакого образования. они просто могли мыслить. Вот и все. У них просто была открыта чакра этой философской. А другие, имеющие образование, они сейчас никто не знает. Вообще никто не знает. В 25 лет устроенность жизни практически полная. Здесь, видите, совпадает гармония с гармонией. Видите, тут вот эти чакры совпадают. Здесь деловитость совпадает, здесь чувства совпадают, здесь совпадает у нас гармония. В 25 лет вы даже не думаете уже о поддержании своей семьи пройденный этап. Не нужно об этом всю жизнь думать. Если вы добиваете случайно какого-то успеха в жизни, то вы будете думать, как не потерять, не так ли? Вы еще больше будете беспокоиться, если случайно добились этого. Если вы добились согласно своим развитым качествам, вы уже не беспокоитесь, это пройденный этап. Так же, как если вы женились, больше беспокоиться не нужно о браке. Не так ли? Почему люди всю жизнь беспокоятся о личной жизни, хотя они уже замужем или женаты? А потому что это вопрос как бы случая их отношения. Там нет какой-то научной основы, крепкой, на которую надежно можно положиться и забыть вообще про это. Все, есть жена и больше никто не нужен. А вдруг я влюблюсь еще раз? Ведь я с мужа вот так уж сильно, так уж и не люблю рисую жену. Я, конечно, женился, вышла замуж, но такой любви, как у Ромео Джоли, это вот не было. Вдруг появится такая любовь, я же не знаю, что буду делать. Люди, они думают таким образом, потому что они смотрят кино, какое-то там, стимуляторы какие-то воспринимают, и у них все эти сомнения, все они живут сомнениями постоянно, что базы, основы не существует, этой традиции и прочее. Я вспоминаю пример духовного учителя. Это также мой духовный учитель. В 70 лет он принял саньясу и стал проповедовать по всему миру. В 70 лет человек. 14 раз объездил всю планету. А когда он родился, пришел астролог. В Индии это было, в Калькутте. Это традиция. Ребенок рождается, приглашает астролога. Ну, во всяком, все порядочные люди, интеллигентные так делают в Индии. Обязательно нужен астролог, чтобы узнать, кто это пришел, чтобы как его воспитывать и все такое. И на следующий день пришел астролог, рассмотрел карту, говорит, я, подождите, еще раз пересмотрю, что-то странное. Еще раз, подождите, еще раз, что-то странное. Что же там такое? Ну, тут, в карте, я не знаю, он примет саньясу, отречение. И в то же время будет очень богат. И я не знаю, как это понимать. Саньясу, он же не должен иметь деньги вообще. Но тут, тут две вещи у него стоят. И полное отречение, и огромное богатство. То есть он будет проповедником, очень известным. Какие-то движения может возглавить, что-то такое. Это было известно с рождения уже этого человека. И отец уже знал, как его воспитывать. Он знал, как его учить медитации, как его владеть инструментами необходимыми, мантрами, поклонениями и так далее. Откуда человек духовную силу уберет, он его уже обучал с детства. Только поклоняясь высшим силам, можно обрести эти высшие силы. Другого пути нет. Вы не можете это украсть или отобрать, или завоевать их у высших сил. Это невозможно. Может быть, здесь на земле люди сражаются за это, но с высшими силами это невозможно. Только один путь. Почтение, поклонение, служение. Добрые дела. И так человек обретает эти способности, ситхи, глубинные, внутренние. И отец его воспитывал таким образом, пока не наступило время врачное. Юноша подрос, пора жениться. И в это время он влюбился в этот молодой человек, в одну очень красивую девушку, индуску. Отец позвал, сказал, дорогой мой сын, у меня к тебе серьезный разговор. Понимаешь, у тебя будущее, у тебя будущее с Анияси. Ты отречешься в преклонные годы, по гороскопу судьба такая, и будешь проповедовать по всему миру. Но если ты женишься на этой девушке, ты к ней так привяжешься, тебе будет трудно приняться Аниясу. И трудно проповедовать, потому что о ней вспоминать потом. Потому что ты очень ее любишь, ты к ней привяжешься. А вот эта, смотря на тебе, совсем не нравится. Если на ней женишься, тебе будет легко приняться Аниясу и проповедовать, исполнить свой долг. Как вы думаете, что принял молодой человек? Второй вариант принял. Да. И всю жизнь благодарил за это отца. В жизни такого мы очень редко можем увидеть. Вот такую силу, такую внутреннюю мощь. То есть у него были какие-то еще открытые центры, более высокие, он смог это проконтролировать, как бы. более высшие энергии были, по которой поглотили вот эту просто привязанность такую чувственную. Итак, в 25 лет уже он испытывает первую скуку в своей жизни. Что делать дальше? Все гармонично, все хорошо. Все, куда он не пытается что-то делать, все получается. Все знает человек уже в этом плане мирского, материального. Он уже начинает скучать. Однако, следующая чакра открывается у него. и в 26 лет он думает о призвании и смысле жизни. Вот у меня это все есть. Есть семья, есть деньги, есть работа, есть здоровье, есть разум. Зачем все это? Как это связать со смыслом жизни? В чем же мое призвание? Моя миссия какая-то? Есть у меня что-то? Я же уже устроен, что дальше-то делать? Если эта чакра не раскрывается, философское призвание, нет такого призвания, нет такого ответа, человек начинает просто использовать тот ресурс материальный, который он имеет. Начинает покупать какое-то счастье, продавать какое-то счастье, принимать алкоголь или наркотики, искать какие-то таких средства, как жить дальше с этим. Но все же есть, что теперь делать? Скучно. Начинаются всевозможные извращенные варианты. Если мы сделаем шаг дальше, есть опасность. В истории группы Битлз именно это и случилось с ними. Не только с ними, со всеми. Они были молодые и достигли славы, достигли богатства, они были красивы, привлекательны, много было последователей по всему миру. Были кумиры, лидеры молодежи и стали принимать наркотики в какой-то момент. Их уже видели в каком-то странном состоянии. И тогда их спрашивали, а зачем? Вы же должны быть счастливы уже и так, у вас слава, у вас деньги, у вас все есть. Вот это они сказали. Нас никто не поймет, потому что мы не знаем, что делать дальше, что с этим делать успехом. Страшная картина. Самая страшная кризис, когда вы достигаете успеха и не знаете, зачем все это нужно и кому все это нужно. Царь Соломон так и сказал. Он умер очень разочарованным во всей жизни. Он сказал, все это суета, суета. А знаете, что делал Соломон? В истории Библии никто до него таких вещей не делал. Он построил такой храм, которого в мире не было. Ему помогал весь мир строить этот храм. Он был таким мудрым. Он ни с кем не воевал. Если Давид воевал со всеми, завоевывал все царства и Саул, то Соломон в голос Бога говорил, будет такой мудрый, что не будет никаких врагов у него. Все будут помогать. Он будет очень мудрый и справедливый царь. И именно он и построит этот великий храм. Проект сохранился до сих пор. Написывается в Библии, что построил Соломон и из чего. Даже кедр сибирский использовался там. Можете представить? Дерево привозили. Храм был разрушен потом до основания. Но проект прекрасно описывается в Библии. можно представить, какое он соорудил вообще сооружение на все века, на тысячелетие он планировал. А в конце жизни он сказал, все это суета, суета, бессмыслица. Почему? Когда вы делаете что-то великое, достигаете, вы не знаете, кому это все потом передать. Если это слишком великое вещь, никто даже не поймет, что вы сделали. Они даже не поймут, что вы сделали. Они просто будут этим пользоваться, и все. Даже не поймут. Никакой неблагодарности, никакого ответа. Поэтому Соломон сказал суета, суета, бессмыслица все это. Если вы живете как обычные люди, это одно, но когда вы великие вещи делаете, это никому не нужно, это никакой связи, вы не знаете, зачем вы это сделали. Нужно ли это вообще было делать? Суета, суета. И также здесь 25 лет, если человек не понимает свое призвание, как использовать этот арсенал, этот потенциал накопленный своей способности, он опустится в депрессию. Но здесь он начинает размышлять о призвании своем, о предназначении. Затем он 27, становление философии отца и матери. 27. Философия отца и матери. Отец и мать. Это интересный момент. В 27 лет он уже придает квалификацию отца и квалификацию матери. Тоже равно 27 лет еще молодой человек совсем. Он уже понимает, что это такое. Что это означает? Это означает, что 27 лет мужчина и женщина, женатые, замужние, имеющие детей, уже не привлекают никого сексуальной энергией. Это несовместимо с философией отца и матери. Они по-другому привлекают. Посмотрите на Джеконду. Весь мир думает, чем же она это привлекает? в Лувре у нее отдельный вот такой зал есть для этой картины. Там еще несколько висят, конечно, картин, но это для Джеконды все. И толпы там, там такой ажиотаж, эти вспышки приходят, все сразу попадают в такой транс, знаете, беспокойство. Джеконда висит. Вот такая небольшая картина. И что же там за тайна такая, разгадать которую? Это женщина, которой вы не видите никакого определения. Посмотрите еще раз иллюстрация. Это образ вселенской матери. Очень сильный, глубокий, проникающий куда-то очень глубоко. Не нужна сексуальная энергия, если обладаете такой силой. Она вообще не нужна уже больше. То есть должны стать отцом и матерью. Однажды на одной программе я был, где была школа для маленьких детей. Ну, это школа или ясли, что-то такое. Они еще там ползают, кто-то начинает только ходить, такие возрасты. Они там с мамами приходят, чтобы вместе как-то общаться, изучать что-то. Меня пригласили в такой клуб или школу или ясли, чтобы я рассказал также о воспитании детей, немножко эту тему. Я что-то рассказал ей. Одна женщина, это было лето, тепло, они были все в какие-то халатиках, знаете, какие-то вот такие вот женщины были, такие, разные-разные, все с детьми одновременно. И одна женщина спросила, у нее был воспитать хорошего сына интересовало. Но это всех интересует. Как же воспитать хорошего человека? Я не очень как бы корректно повел себя, но они поняли. Я спросил их всех, вы красивы? Ну, молодые женщины были, знаете, они все были очень красивые, молодые. Я задал вопрос, вы красивы? Они все смутились. Я сам думал, что я вообще спрашиваю такое, о чем я говорю. Я говорю, вы все красивы, но ваша красота сексуальна. Так вы не воспитаете хорошего сына. Никогда. Сексуальной энергией вы не сделаете великого человека мужчину. Вы его расслабите. Вы ее воспитаете похотливо. То есть мать эталон чистоты. 27 лет вы должны быть уже таким эталоном чистоты. Конечно, это трудно представить сейчас при нашей культуре и воспитании, когда бабушка делает пластическую омолаживается, еще замуж может выйти несколько раз или любовника завести. То есть эта культурность толкает почему-то к этой деятельности. Но тут важно становление философии отца и матери. Почему? Потому что следующий идет момент. 28 лет с желанием воспитывать возвышенных детей и оставить след в обществе. Вот они начинаются династии отсюда. Осознание династии. Духовная чакра открывается. семья и духовность означает династия, преемственность. Почитай отца и мать своих. Это говорит Библия. А что это такое? А зачем вообще? А потому что они тебе дадут духовные знания. Не почитая ты не можешь получить духовное образование. Духовное образование можно получить просто записывая информацию и какую-то схему изображать, которую можно в уме как-то логически уложить. Это не духовное образование. Это более-менее академическая обычная компоновка информации. Упорядоченность информации можно так сказать. Мы могли пользоваться этим всем. Когда все в схеме, можем вспомнить так, то, то, какие связи и пользоваться этим всем. Такой небольшой компьютер в голове. Здесь другое. Духовное образование. Смотрите, когда вы читаете книгу, вы получаете ту же самую информацию. А веда говорит, не так нужно делать. Теперь найди духовного учителя и получи от него наставления. Какие? Которые написаны в этой книге. Зачем же? Я же могу прочитать. Скажите. Зачем же мне еще получать от кого-то самое? Странно это все? Нет, не странно. Когда вы читаете, получаете объем информации, вы получаете с этим вместе и чувство гордости. Как обладатель знания. Но когда вы получаете это же знание в форме наставлений, гордость не развивается. Вот это называется духовное образование. Вы остаетесь смиренным и простым человеком, обладая великим интеллектом при этом. Вот это сочетание простоты и величия, это и есть истина. То есть мы все очень маленькие и незначительные, но мы все слуги Бога. Это очень великая позиция. Мы не просто слуги государства, мы слуги Бога. Это очень высокая позиция. И когда человек это совмещается, вот это и есть его сила настоящая. Сила его простоте и скромности в то же время великих знаний глубоких большой любви. Гордый человек не может обрести большую любовь. Итак, здесь 28 лет человек задумывается о том, что же он оставит после себя. Ведь за ним пойдут его дети, а потом внуки. Куда же он поведет их? Он очень заботится об этом. Мы тоже можем задуматься, что же я в жизни сделаю хорошего, оставлю. Очень важно задуматься над этим вопросом. Мы уже сейчас можем думать об этом. Прямо пока на лекции мы сидим, уже начинаем думать, что же я сделал хорошее всю свою жизнь, и что же я могу еще сделать хорошее, чтобы оставить после себя след. Очень важно. Чтобы другим было легко достигать чего-то. 27 лет, когда мне было, здесь мы 27-28 как раз, когда мне было 27 лет, я эту вещь понял. Знаете, как это было? Это был мистический процесс. Я попробовал сеченную пищу. Так это случилось. Впервые в жизни. Это был подпольный Петербург, это была бхакти-йога. Я подпольным Петербургом интересовался, потому что искал вот эти ответы всякие на вопросы, что такое смерть, что такое жизнь, душа, есть ли инкарнация. В то время это вообще было скрыто все от глаз. В 80-е годы. Ну, страна атеистически была настроена. Йогов сажали в тюрьмы за вегетарианство. Вред здоровью называется. Вегетарианство — вред здоровью. Все. Вот такая среда была. Поэтому было все это в подполье. И вот в подполье я ознакомился с людьми. Однажды пришел в такую группу, где готовят пищу, освещают ее, поют мантры и так далее. То есть они как-то с Богом общаются. Йога, бхакти-йога называется, любовь к Богу. И попробовал освещенной пищи, я испытал такую эйфорию и просветление, что подумал, что это наркотик. Первое, что пришло в голову, там есть наркотик у них. Они подмешали. Я спросил, можно задать вопрос, кто это готовил? Потому что я тогда был экстрасенсом, я считал себя таким человекопроницательным, сейчас я разберусь, пусть мне это человеко покажут. И из кухни выбежал такой, знаете, веселый такой, знаете, вдохновленный. Человек говорит, я готовил, понравилось? Я посмотрел, невинный абсолютный человек, нет, странно. Нет, подождите, я еще проверю. А ты можешь показать все, как ты это делаешь? И в глаза ему смотрю. И там я уже ауру вижу и все остальное. От меня не скрыть ничего, понимаете? Он говорит, конечно, я тебя научу готовить. И так мы с ним познакомились, я ему помогал готовить, потом он прямо у меня на глазах стал освещать эту пищу, мне было плохо от этого, потому что я, ну как, с Богом не был связан, никак, я Бог отвергал, что-то поклоняться кому-то там, унижение личности считал в то время. Меня так воспитали атеисты, учителя, что кланяться не нужно никому сгибать колени. Знаете, как унижают людей религия, вот на колени становятся, головой в пол, видите, что происходит? Вы не должны такого делать, это вот такое вот унижение. Я был так воспитан, поэтому, когда он поклонился алтарю и устал что-то там бормотать, мне было просто плохо. Я думаю, зря я связался с этим вообще. Но если это какая-то религия, я здесь никогда не останусь. Но после этого, когда мы стоили и есть ту пищу, я почувствовал такое счастье. Ну как же так? Значит, сидел в мантрах. Да не в поклонах, конечно же, в мантрах. Я же знаю, мантры, чакры, звуки. Вот они как-то открывают какие-то чакры, я уже слышал об этом в подпольном Петербурге. Понятно, вот что мне нужно в мантры, иначе я эту чакру не открою. Это очень сложно. Знаете, там вращать ее в медитации, это невозможно для нас совершенно. Тогда технология уже в Академии наук разрабатывалась, как с чакрами работать. Мне принесли этот материал, нелегальный материал совершенно, неопубликованная вещь в те времена, дуплексфера называлась. Там ученые Академии наук СССР рассматривали вот эту ведическую концепцию чакр, исследовали, и они показывали, как эти чакры устроены, эти круги, эти шары, эти полушария, как они вращаются, одна с другой связаны, как постепенно их раскрывать нужно. Кундалини-йога называлась. Я подумал, да, но это невозможно. Без учителя я просто не справляюсь, удержать все в твою уме и работать с этим нет времени. А тут просто мантра. И мы сидим за столом, я это ем, у меня такие переживания, и я ему говорю, а ты можешь мне эти мантры написать? Ну, думаю, наверное, дорого стоит все это. Он опять подпрыгнул, отраду и говорит, конечно, я тебе и мантры, и изображения дал мне сразу же, и все на свете. Я даже не удостоверился спросить перевод этих мантр, но не важно, важно вот эта вибрация мантры, чакры. Убежал домой, а там жена, которая никак не могла понять, что случилось с этим дураком, что он такой странный, на кухню бежит, что-то готовит, что он хочет, я же готовлю постоянно. Он готовить-то не умеет. Я говорю, будешь мне помогать, я буду готовить на огне, чтобы ты не скверняла своей кармой. Я уже кое-чему научился, понимаете? Она вообще сумачивать не заслужила, где он был, что случилось, какой-то странный, непьяный, непьяный, непонятно, вот какой-то странный именно. Как будто одержимый чем-то. А мне нужно было самому приготовить, самому осветить и посмотреть, что получится. Я могу это вообще так же делать, нет? Я это все сделал, пожарил картошку, где-то пережарил, подгорело, где-то сырая оставалась. Плохое, на самом деле, плохо. Я готовить не имел толком. Никогда этим не занимался, не любил даже ничего. Ел, что попало, так, что придется под руку ботирот какой-нибудь и побежал. То есть я жизнь свою не замечал практически. И вот эту картошку пошел предлагать. какому-то изображению, непонятно какому изображению. Но получилось так, что я сковородке поклонился, нужно было сковородке поклониться и мантры произнести. Я, конечно, жену выгнал из комнаты подальше, сказал, что потом я тебя приглашу, здесь не нужно сейчас. И вот тут я один в комнате, можете сказать, я не могу встать на колени, у меня такая гордость, ну никого же нет. Я себе, знаете, что внушил? Я занимался гимнастикой. Я сказал, ну просто сгруппируйся, это называется. Это не поклон, сгруппировался, ну все. Ну я сгруппироваться могу, хорошо, кланяться не буду. Сгруппируюсь перед картошкой, сгруппировался, вот, и стал проносить мантры, а сам думаю, ну и дурак же, вот как это все выглядит вообще, вот странно, да вот какая-то сковородка с картошкой, человек сгруппировался и там что-то промочит кому-то. Я себя таким идиотом никогда не чувствовал. Но я произнес все-таки эти мантры по листочку без всякого смысла и почувствовал себя так плохо-плохо. Униженным, оскорбленным, ну все, раздетым полностью, при всех. Взял эту сковородку, жена говорит, заходи, все, хватит, концерт окончен, давай есть. И мы с этой же сковородки начали есть, там у нас вилки, ну как обычно люди это все делают. Там же готовят, там же едят, туда же и сваливают все и так далее. Такая же культура у всех была. И я ем эту картошку, где-то сырая, где-то вот подгорела, где-то плохо перемешанная соль и так далее. Сухая, масла мало было. Ну все плохо, по всем статьям. И тут у меня вдруг изнутри сердца такой нежный голос, нежный-нежный голос, значит трудно отказаться от него. И говорит, ты плохо пожел картошку. Но поскольку он нежный, то я слушаю его. Но то, что он говорит, мне не нравится. Я говорю, ну и что? Но это еще не значит, что я что-то не умею или прочее, у меня гордость же есть, понимаете? Что это? Ну что так? Что с этого? И вот ем демонстративное плохо, но есть можно, все нормально. И так зло, ем картошку. Потом снова это чувство, такое нежное, теплое, и снова голос. Ты плохо пожарил картошку? Ну что, есть что ли нельзя? Есть же можно, а вот жена ест, и я ем. Я с ним начну разговаривать, я даже не понимаю, что происходит только. Даже не удивляюсь. И вот когда третий раз это произошло, вот тут перевернуло все. Голос сказал, ты вообще в жизни ничего хорошего еще не сделал. 27 лет. Я вдруг осознал эту мысль впервые в жизни, что я ничего в жизни хорошего не сделал вообще и не собирался даже делать. Планов таких не было. Только думал о своей карьере, о своем будущем, о себе, как жить, как то, как заработать, как планы только личные строил. Ничего не планировал, что это сделать, какой-то след оставить. Вот сейчас не было такого. Но здесь, говорится, в 28 лет человек уже знает, но уже может быть основателем династии. Кстати, сколько было лет Ворошилову, толководцу, когда он принял командование? 19 или 18 лет он уже командовал армией. Вот есть пример. Что люди могут быть зрелыми в какие-то годы, уже с проявленным характером, силой долга, разума. То есть есть такие примеры в истории. Великие люди. Но я в 27 лет понятия не имел, для чего живу еще. И затем начинается новый цикл. Здесь у нас была гармония, здесь начинается философия. Мы продолжим, но сейчас я пока еще хочу остановиться на семейных отношениях. Когда мы говорим о семье, мы чаще всего подразумеваем мужчину и женщину. Не так ли? в основе два партийных положенных пола. Но это не семья еще. Нет. Семья подразумевает любовь, доверие и забота. Просто заботиться друг о друге, как о двух взрослых человек, это сентиментально. Там дети это все как бы дополняют, семью делают. Вот тут нужна забота, вы там необходимы. Если просто нужно друг другу для секса и каких-то эмоциональных вещей, этого недостаточно, чтобы называться семьей. Если у вас нет своих детей, вы должны все равно о ком-то заботиться, иначе это не семья. Ашрам семьи так и называется. Он заботится еще о ком-то. Прежде чем поесть свой обед, он выходит на улицу и громко провозглашает, пища готова, кто голоден, заходи в дом, будь гостем. Каждый день он это делает. В Ведах написано так, что семейный человек именно так живет всю свою жизнь. Он должен заботиться об окружающих людях. Кто-то может быть голоден, кто-то болен, кому-то нужна благодарительная помощь. Это забота семейных людей. Это их аскезит, их очищает от эгоизма, жадности, зависти в собственном доме. То есть необходимо очистительные какие-то действия. И это означает забота. Если нет детей, кормите кого-то. Приглашайте гостей, заботитесь о других людях, которым нужна помощь, благотворительностью занимать, иначе это не семья. И так он провозглашает, пожалуйста, в дом заходи, будь гостем. И известно, что если в первый раз кого-то пригласите, незнакомый, он сразу не согласится, верно же? Ну, неудобно же. Сразу, а хорошо, я пойду поем. Не знаю ничего. Тогда нужно повторить второй раз, пожалуйста, пожалуйста, будьте гостем, не смущайтесь. Будьте как дома. Ну, осветите мое жилище. Заходите. И даже второй раз человек еще нерешительно наступит. Третий раз сказать нужно еще. Трижды должны это провозгласить. Потом пригласить гостя, накормить его, и только потом сесть за стол. Не вместе с ним. Сначала накормить его собственными руками. А потом сесть за стол, когда он удовлетворенно ушел. Вот тогда вы почувствуете, что вы развиваетесь. Это называется семья. Семья – это развитие. Семья не означает, что просто у вас есть свой сейф, свои какие-то там кладовые, счеты банки, вы это постоянно накапливаете, 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 мечтаете о каком-то потом отдыхе бесконечном. Это не семья. Это не человек и государство. Это монополия какая-то, конкурирующая с другими монополиями семей. То есть в ведах описывается все это по-другому. И откуда это желание, именно жить для себя, чувство. Противоположный пол означает чувство и привязанность, вожделение. И это вожделение говорит нашему разуму, теперь нужен дом, свои деньги, свое хозяйство, своя работа, потому что мы хотим быть вместе. Вот эта идея быть вместе возникает из сексуального привлечения. Жить в одном доме, в одной квартире и так далее. Сексуальная связь. А дети, когда рождаются, они очищают родителей от сексуальных отношений. Потому что к детям вы не испытываете сексуальных чувств. Они требуют полного внимания. Это естественная медитация, это ваш ребенок, и вы будете о нем думать постоянно, но никакого секса. Никаких сексуальных чувств. Дети чисты, они требуют совершенно других отношений. И чем больше детей у семейного человека, тем считается он более благочестив. в Ведах. трое максимум. Четверо тоже редкость. Четверо детей. Обычно один, два, ну хватит. Не так уж много денег у нас возможно. Я вам рассказал, как меня пригласили на радио в Алматы однажды. Программа была, называлась «Аборты». Я не знал об этом. Мне позвонили со студии, пригласили, я срочно нужно было приехать, я согласился, поехал, и уже сразу попал в эфир, вовремя одел наушники, говорю, тема-то какая? Он говорит, «Аборты». Я думаю, ну да, вот я попал. У меня же такая точка зрения очень крайняя, что сейчас будет, не знаю. И было, знаете что, был просто, просто невероятный эксцесс случился в городе с этой передачей, когда я стал говорить, что такое аборт, языком Вед, что это убийство и прочее, есть карма, есть за это наказание, телефон взорвался. Передача планировалась на 20 минут, на 20 минут мы приселили полтора часа. Меня хотели размазать по стенке просто. Кто не звонил, все были против меня. Он не понимает, что сейчас экономические обстоятельства сложные, если женщина одна и мужа нет, невозможно воспитывать одной ребенка и работать и то и другое, они все жаловались на эти обстоятельства и говорили, что это непрактично то, что он говорит. Мы современные люди, почему мы не можем так сделать, потому что это значит просто убить себя, убить свою жизнь, вот так вот остаться одной с ребенком, без поддержки, без никого. И продолжалось, продолжалось, продолжалось. Потом одна женщина сказала, слушайте, а вот давайте его спросим. Он вообще семейный человек или нет? Говорю, семейный. Дети есть? Говорю, да, одна дочь. Ну и как вы решаете эти проблемы в вашей семье? Я говорю, а у нас целебат с женой. Ну, то есть обед безбрачия дали. Скажем, ну а кто вообще пригласил этого человека сюда в студию? Он же фанатик просто. А теперь понятно, что он тут говорит вообще? Вообще не нужно таких людей приглашать в студию. Давайте нормальный человек пригласим, поговорим об этом. И когда я сказал о том, что она целебат с женой, ко мне сильно изменилось отношение ведущей вдруг. Она почувствовала ко мне какое-то глубокое сострадание. Так стала смотреть на меня, знаете, я сразу почувствовал сильную перемену в ее отношении ко мне. И как бы стала принимать мою сторону вдруг как-то, сочувствие какое-то. Вот тут началось меняться что-то в передаче. А, звонки продолжались в том же русле, меня все обвиняли, критиковали, все это отрицали, были очень раздражены, причем злые. Тогда был экономический, кризис был еще серьезный. Наконец, последний звонок. А я уже все просто молюсь всем богам. Завалил передачу, в общем. и последний звонок. Женщина говорит, вот я тоже не согласна с вашим гостем. Вот у меня дочь, и муж сразу меня бросил, еще беременной, когда только вот мы зачали ребенка. И я думаю, что нужно было сделать аборт, потому что моя жизнь была крайне трудной. Я согласен со всеми этими женщинами, которые только что звонили, говорили. Это на самом деле очень было трудно. Невероятно трудно жизнь у меня была. А ведущий отпрашивает, а сколько вашей дочери сейчас лет? Говорит, 21 год. А вы любите свою дочь? Конечно. А вы не жалеете, что не сделали аборт? Он говорит, нет. Ведущий говорит, я снимаю перед вами шляпу. И все звонки сразу закончат. Все. Все, люди стали понимать, что это боль. Открылась какая-то чакра вдруг. Вы думаете, ой, на самом деле есть что-то более высокое. Такое как бы озарение происходит. И в семейных отношениях необходим духовный рост. Необходимо даже философское воспитание. Необходима мудрость. Обычно мы все ожидаем это от старших. Потому что духовность богат. Человек опытом. Мудрость, если он практикует мудрость, он богат и духовным опытом. Ну а если он не практиковал никогда мудрость, и он старший, и он говорит, что этого ничего не существует, бога допустим нет, души нет, что с вами происходит? Рушится ашрам, рушится духовный уклад жизни, не просто семья. Сначала рушится духовный уклад, а потом уже рушится семья. Речь о разрушить семью, а разрушить ее традиции, основы, глубины. Так, сейчас люди женятся, потому что есть чувства, а прошлые люди женились, потому что был долг. великие люди, они были очень разборчивые браки. Они принимали партнера в соответствии с разумом, с необходимостью. Была такая царица Драупади когда-то, Махабхарат описывается. Пять тысяч лет назад описывается история планеты, и была одна из самых великих цариц мира. Семь, семь великих женщин существуют, Драупади одна из них. Это история планеты целиком. Махабхарат называется. И вот Драупади, она родилась из священного жертвенного огня необычным способом. Когда она появилась из этого огня во всем убранстве, все были ошарашены божественным образом. Все подумали, эта женщина, она разрушит весь мир. Она очень могущественная, очень привлекательная, очень глубокая. Мужчина будет убивать друг друга за нее. Это была ее миссия. Разрушить все демонические силы. Ставилась очень чистая, могущественная женщина. И все демонические силы возбудились, когда увидели ее. Каждый царь хотел заполучить ее руку. Почему? Почему так? А потому что если вы мужчина и царь, вам нужна вдохновляющая сила рядом, иначе ваша сила бесполезна. То есть необходимость для такого человека иметь достойную сильную жену. Чем сильнее жена, тем сильнее вдохновляющая сила, тем больше человек может добиться в жизни. Люди использовали разум, не просто какие-то чувства. Итак, вы видите красивую девушку, да, но будет ли она вас вдохновлять всю жизнь? У нее достаточно глубокого сознания внутри, чтобы она смогла вас всю жизнь вдохновлять. Есть ресурс или только внешность? Если только внешность, это лет на 5-7 хватит. Потом старение, привыкание, ну это обычный процесс биологический, вы теряете постепенно больше и больше интереса. Переходите на требования, на ссоры глубокие, на обиды, и в конце концов кого-то еще находите на стороне. И так от Эдраупади и ее завоевали воином на своем варе в день, на состязании. Ее отец вынужден был собрать всех этих шаттлев, воинов мира, которые ее хотели руки и устроить состязание справедливое, наиболее сильное, могучное получитую руку. И Арджун это сделал. Он выполнил то, что никто не мог сделать. Он был таким лучником. Царь сделал так, он подвесил муляж рыбы под потолок зала собраний. Ниже этой рыбы вращалось колесо со спицами. Нужно было попасть в глаз рыбе стрелой из лука между спицами колеса вращающегося, глядя на колышащее отражение бассейна внизу. отражение колышется, колесо вращается, за ней рыба, глаз. Вы должны пронзить точно в какой-то момент. Это сделал только один воин в то время, Арджун. Он завоевал ее. Она спустилась вниз с балкона и предложила ему гирлянду. И все воины чуть с ума не сошли. Они все бросились, сражаться начались. Пришлось разгонять всех еще воинов. И так все просто было. Люди боролись за разум. Вы теряете все. Если вы теряете хорошую жену, пол жизни выбрасываете. Если у вас нет духовного учителя, выбрасываете всю жизнь. Сейчас у людей нет часто ни того, ни другого. Ни настоящей сильной пары, ни духовного настанечества. Жизнь бессмысленно становится. Это разум. жена необходима. Редкие люди могут обходиться без жены. Это уже завтрашняя тема будет. Или без мужа. Можно все это миновать, конечно же. Если наша жизнь изломана каким-то образом, не проработана, хорошо, мы сделаем так и займемся чем-то более высоким. Это тоже можно. Это завтрашняя тема. Сегодня семейные отношения. И сейчас мы сталкиваемся с тем, что мужчина и женщина не понимает друг друга. Почему? Не хотят понимать. Из-за ложной гордости. Чем сильнее вы себя отразделяете с телом мужчины и с телом женщины, тем меньше вы понимаете другого человека. То есть вы хотите от женщины того же, что мужские характеристики ожидаете и понимания интеллекта. А женщина ожидает женские характеристики. Если себя отразделяет женщина, она думает, что он должен действовать как женщина. А мужчина ожидает с мужчиной и думает, что женщина должна понимать и действовать как мужчина. И поэтому мужчина превращается в капризного ребенка в семье. Он просто говорит то хочу, это хочу, все хочу, ругается, критикует, недоволен постоянно, а защиты должное обеспечить не может. Поэтому сегодня мы обсуждаем, что это за психология, чтобы понять друг друга, отвлечься от собственной персоны, что мы в чем-то едины, но в чем-то мы различны. В чем же это различие? Женщина в девять раз глубже устроена мужчиной. Это сейчас для мужчин информация. Женщинам это не обязательно знать. Мужчина должна знать, что женщина в девять раз все переживает глубже, чем мужчина. И счастье, и горе, и потери, и приобретение, и материнство, и любовь в девять раз. То есть смотрите, внутренняя она сильнее мужчина в девять раз. Она легко его может подчинить. Просто расплакаться, эмоции свои проявить, и мужчина уже теряет силы. Слабеет перед ней. Или своей красотой, своей пластикой, движениями, формами. Она легко его сбивает с толку. Он перенес как дурак будет стоять. Как дурак. Как постоять, так и будет стоять. Как поворачиваться, как хотите. Любую форму примет. Сонцедурак просто. Это могущество внутренней громкий стук облаков. Мужчины смотрят. Если какой-то мужчина бежит по улице, никто не замечает. Понимаете, разница большая. То есть внутренняя энергия женщины, она проявляется в ее поведении, также в ее одежде, в ее голосе, в ее характере. Она привлекает, сильно привлекает мужской ум. Потому что он не устроен так глубоко. Для него женщина как какое-то сверхсущество. превосходящее его. Когда он влюбляется, он так и думает. Сверхсущество. То есть что-то непостижимое для него. Это называется любовь, привлечение. А сам мужчина имеет единицу от девяти способностей женщины переживать, чувствовать и различать разум и чувства поверхностей. При этом он в девять раз свободней, независимей. Не переживая глубоко, ему легче в жизни. Он хорошо устроен, смотрите, без женщины. Мужчина очень хорошо устроен без женщины. То есть ему собственно женщина не нужна с этой точки зрения, потому что женщина может забрать его свободу. И современные мужчины боятся именно этого, входить в семью, именно потому, что могут потерять свободу. Это для них самое дорогое. Вот эта единица значит свобода. И когда женщина эмоционально давит на него слезами или какими-то требованиями, или пилит его, он этого никогда не выдержит. Он либо бросит ее, либо застрелится, либо найдет себе другую женщину. Нет этого, не ни один мужчина. Если что-то требуется, что-то пилится, что-то чувствами продавливается, мужчина это терпеть долго не сможет. Для него это невыносимо. Такая нагрузка. Поэтому действует глубоко в сердце, она там работает с ним, тут прорабатывает его. А когда он не выдерживает, прорабатывает его кулаками сверху. Он не может так глубоко прорабатывать, но у него есть физическая сила, она боится его гнева физической силы. Почему? Потому что разум и чувство у них работают тоже по-разному. Для тех, кто не слышал, я покажу. Если здесь мужчина, здесь женщина, это их полушария. Разум и чувство. Два полушария, такая их психология. У женщины это мужчина, это женщина. У женщины девять единиц, мужчина единица. Девять единиц это веды описывают ее могущество. Современные психологи говорят полторы-две насчитывают. И мы тоже нашли объяснение в ведах. Почему сейчас полторы-две, а когда-то было девять. А что такое девять единиц? Это означает, что вы можете видеть будущее, можете исцелять болезни. То есть вы чувствительны, вы видите сны и понимаете, что будет завтра или послезавтра. Вот такая женщина. По природе она чувствительна часть творения. Девять единиц. Но если она целомудрена, если нет целомудрена, она теряет свою силу. Если она думает, скажем, об одном мужчине, у нее девять единиц. Только об одном. Если от двух, делите пополам девятку. А трех на три, если на четыре, то полторы, две единицы останутся. Она почти как мужчина становится. Если она думает обо многих мужчинах, она становится почти как мужчина, теряет глубину природы. Поэтому веда говорит, что для женщины главное хранить целомудрие, в этом ее сила, ситха мистическая, могущество. И затем у мужчины это работает просто попеременно, либо разум, либо чувство, что-то одно. Как только мужчина переключает свое внимание на разум, чувства подавляются, чтобы не мешать, устраняются вообще. Вот это жесткий характер тут проявляется его, принимает решение и не отступает. Как судья, как воин, вот это его мужская природа. Если же чувства пробуждаются, внимание переключается на чувства, разум устраняется. И что от мужчин остается? Это в ведах называется не мужчина, а другое слово джаада, придурок. Вы видели таких мужчин? Они слишком много бегают за женщинами, они становятся такими придурковатыми, там выпьют, там поматерятся, там кого-то найдут, просто нарушают покой общества. Так и говорят, придурок. Молодые придурки бегают, не понять, чего делают. Что старше говорят, женитесь, нужно остепениться вам. Жена должна быть рядом, схватит вас, контролировать должна. жена нужна человеку только тогда, когда у него возникает потребность общаться с женщинами, множественное число. Мужчина имеет такую природу, если рядом нет жены, он будет думать, что любая красивая женщина ему принадлежит. Любая красивая женщина, он хочет с ней общаться. Это природа мужского разума и чувства. Но когда рядом жена, она не дает это контролирует. То есть если у вас в доме мыши завелись, кошку нужно заводить, верно? Как только в ум проникли женщины, жену нужно, жениться нужно. И тогда, если вы смотрите куда, туда смотришь, куда смотришь? На меня смотри, сюда. Туда смотреть не надо. Контролирует чувства. Йога начинается. Йога контроля чувств. Это семья. Женщина возбуждает чувства, а жена контролирует чувства. Есть разница. Поэтому говорится, что для мужчины и женщины это дверь в ад, а жена дверь к спасению. Также для женщины мужчина дверь в ад, муж дверь к спасению. Тут сохраняется разум и вся культура, если есть брак. Поэтому мы говорим о браке, как о высшей культуре в обществе. Итак, у женщины эти две составляющие работают совсем по-другому. Мужчины должны знать это хорошо. То есть вы не должны злиться на женщину, вы должны просто понимать. У нее работает одновременно то и другое. Вот в такой вибрирующей системе. Бензопила, знаете? Чувство разума, чувство разума, все знаю, все чувствую, все понимаю, в девять раз глубже. Все. Он ничего не понимает, я все знаю, все знаю, но не знаю, что же делать, что же делать, что же делать. В таком состоянии вы не можете принять решение. Женщинам трудно принимать решение, они будут все время сомневаться. Такая натура у них. Потом он идет к нему и говорит, дорогой, что будем делать, так или так, так или тр-р-р-р. А он так быстро не может переключаться, это вообще для него неестественно, это просто беспокойство какое-то. Он так кулаком стукнет, хватит, все, стоп, делаем так, я решил, все, не перечь. Так, по-мужски. Она говорит, ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Все, я делаю, он делает и ошибается, а я тебе говорила, говорила, говорила. Или не ошибается, это тоже говорила. Все ошибки, вовсе достоинство ее, видите, замужем, она защищена. Не обижайтесь, это нормально, именно так женщину нужно защищать. Все ошибки мои, вы говорите, все хорошее, только благодарю советам. Так вы и поступаете с ней. Тут нужно принимать, уважать эту природу. Тут не нужно спорить, кто прав, кто виноват, кто лучше, кто хуже. Просто нужно уважать женскую природу, и все, она должна быть под защитой. На самом деле, когда вы так поступаете, в глубине души она признает ваше величие. На самом деле, она глубоко начинает уважать вашу природу. Это естественно происходит. Не нужно это доказывать как-то силой или криком, именно пониманием заботы. Это необходимо сейчас знать, потому что сейчас мужчины и женщины очень сосредоточены каждый на себе и не могут понять друг друга. Например, когда молодой мужчина ухаживает за невестой, он подарки, цветы носит регулярно, почти каждый день, правда же, как служит ей. А когда он женится, он забывает об этом. Почему? Вопрос. Женщина не забывает, она ждет, продолжает ждать подарков. Внимание. А мужчина забывает. И уже через месяц она спрашивает его, дорогой, ты меня еще любишь, нет? Для него это просто стресс, шок. О чем ты говоришь? Зачем? Зачем ты говоришь такие вещи? Вот же, есть уже свидетельство о браке, все же уже решено. Для него, для мужчины, если решение принято, все, он к этому не возвращается. Все, решение же есть, и он принимает решение, пробуждает сразу, принял решение, все, вопрос законченный. Также тут брак есть, все, вопрос законченный, цветы больше не нужны. Зачем так много внимания? Мы же уже муж и жена, все ясно? Мы уже любим друг друга, она будет сомневаться. Цветов нет, так, так, что это значит вообще? Вот тогда раньше он не приносил, а сейчас не приносит, а что это значит вообще? От него пахнет каким-то духами, интересно, что это значит? Она всегда будет так себя вести. Поэтому ветошно говорят, обязанность мужчины регулярно дарить подарки своей жене. Иногда вместе ходить, выбирать ей одежду, допустим. Как у меня есть знакомый, он бизнесом занимается, его бизнес неустойчивый, то есть денег, то он у них никаких денег. Когда нет денег, у него с женой напрягаются отношения. Ну, нет подарков, больше нет внимания, денег нет, все. И она начинает тоже напрягаться отношения, а он знает, что делать, он разумный. Он говорит, поехали в Рамстор, поехали в большой магазин. Она говорит, да, да, садись, и поехали. Такой магазин, говорит, выбирай, что хочешь. Она говорит, это что? Серьезно, что ли? Да, вот что хочешь, ты выбирай. Говорит, это хочу. Хорошо, пошли дальше, что еще? И так, целый список застали. Вот когда будут деньги, все, то куплю, поехали домой. И отношения вот такие. Он знает, что это нужно делать. Даже если не можете, все равно нужно звезду подарить какую-то. Это же ничего не стоит, верно же? Это я тебе дарю эту звезду. Или цветок с клумбы хотя бы своровать, понимаете? То есть женщине необходимо быть убежденной в этом. Тогда она спокойна, замуж. Есть внимание. Для мужчины это будет трудно делать. Ему нужно напоминать себе это, потому что у нее другая природа. Поэтому иногда он забудет. Женщина не должна обижаться. Если она обижается, ах, ты забыл, ты не любишь, и закатывает какую-то истерику, и на этой почве что-то серьезное начинает раздувать, это ее серьезная ошибка. Она должна понимать, что мужчина может это забыть, потому что он глуп в этих отношениях. У него всего одна единица, понимаете? Ну что с него взять? Он несовершенный, незрелый, эксперт в этих отношениях женщина. А он просто дурак, что женился. Так иногда говорят. Он даже сам-то говорит, дурак, что женился, но без этого тоже нельзя. Поэтому, как говорил апостол Павел, не женился, не женись. Женился, не разводись. До конца нужно идти. Вот это мужчина. Не женился, не женись. Все, не гуляй, не смотри вообще на женщин. Иди к Богу, все, нормально. Так легче тебе будет, меньше страданий. Но большинство не могут, тогда женись, но не разводись. До конца идти. Выдержи все это. И тут описывается, веды это подробно не описывают, как мы сейчас с вами вот это ржевываем, потому что люди не так себя отрожисляли с телом, как сейчас. Не было такого сильного эгоизма, как сейчас воспитывается в людях у нас с вами. Нам нужно разжевать. Почему же мы должны вот так к женщине относиться, а к мужчине вот так? Вот такая природа оказывается. С другой стороны, женщина должна уважать разум мужа. Если он принимает какое-то решение, она должна уважать. Не то, что я все равно лучше знаю. И упрекать потом за все ошибки. Главное, что она должна быть защищена. Быть замужем. Вот это главное для них. Не важно, кто прав, кто виноват, должна защита женщин. В общем-то, это одна из главных программ. Защита женщин, детей, стариков, священников и коров. Написано в витах. Пять. Коров в том числе. Корова-мать человека. Ее нужно под защиту держать. Не убивать никогда коров. Ни в коем случае. Витязь, который следует, запрещает это делать. Это акт самого глубокого невежества. Семья без коровьего молока имеет проблемы. Потому что коровьего молока дает интеллект детям. Интеллект взрослым. Это источник интеллекта. Человеческого. То есть корова так связана с человеком. Это мирное животное. Оно живет с человеком, потому что оно не выживет в лесу с тиграми или с медведями. Оно именно с человеком живет. Для того, что он пил ее молоко. У нее достаточно много молока, чтобы напоить теленка, и еще много остается. А если она любит, она дает молоко даже без теленка. Даже когда не имела теленка. Я это в Индии видел, недавно услышал историю про шведскую ферму. Есть две коровы, которые никогда не имели теленка, дают молоко, потому что там атмосфера любви. Также в новостях однажды прочитал об одной женщине, около 70 или даже больше, не помню, преклонный возраст. Она увидела внука или правнука, и у нее появилось молоко. Это состояние любви. И корова, поскольку он так любит человека, хотя она животное, это веду уважают. Нельзя так коварно поступать с таким животным, который так имеет такую любовь к человеку. должна быть защищена им. Это наша ответственность. Коровы, старики, женщины, дети и священники должны быть защищены в обществе. И в обществе будет гармония и покой. Если женщина обеспокоена, и встревожена, и несчастна, она беспокоит все общество, говорится. Она очень могущественна. Ее эмоции, ее чувства, неудовлетворение. Особенно сильны проклятия женщин. До сих пор это работает. Многие проклятия сейчас не срабатывают, описывают в советах, нет такого могущества. Но обиженная женщина имеет силу проклинать и до сих пор. Вот этого нужно остерегаться. Что такое проклятие женщины? Это означает, что вы становитесь как привидение. Даже мужчина теряет способность принимать правильные решения или сильные. Вялый, аморфный, инфантильный разум остается у мужчины. Это проклятие. Даже когда он слушает истину, не заинтересовывается ей. Даже когда все понял, сделать ничего не может. Это проклятие называется. То есть век Калий нынешний очень много таких проклятий, потому что много брошенных семей, много несчастных детей, много обиженных женщин, поэтому мужчины слабеют, слабеют, слабеют тоже. Волей-неволей мы получаем как бы эти проклятия в результате. Поэтому семейная жизнь, как вы видите, это огромная ответственность для всеобщества. Очень важный момент. Восстановить ее чистоту и силу, и традицию. И для женщин существует наука, как общаться с мужчиной. Там есть пять ролей. Первая – это жена, которая укажет на долг, будет его разум поддерживать именно, регулировать его чувства и поддерживать разум. Это жена. Вторая – это мать, когда она заботится о нем, во время его слабости, болезни, неудач, как мать заботлива. Третья роль – это сестра. Она довольна любым вниманием брата, сестра. Так мы говорим, что если муж недостаточно внимательно оказался, она будет довольна все равно, как сестра. Четвертая роль – это дочь, когда муж в гневе. Она не должна его контролировать, как жена в этом случае. Иди на работу, нечего тут орать. Не должна, как мать, действовать. Я тебя накажу, перестань. Должна, как сестра – не ударишь, не ударишь, не ударишь. Как дочь должна быть. Гнев сразу проходит. Попробуйте, женщина. Все сразу мирно становится. Смирение женщины очень могущественно. И пятая роль – это роль любимой женщины, любовницы. Как мы здесь показываем, что в нынешнее время вот этот внутренний блок ослабевает материнская, чистая энергия, сестринская, дочерняя, ослабеют. Сейчас очень сильна роль требовательной жены, деньги, 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 и роль любовницы. Секс, внимание, секс, внимание. Больше мне внимания, удалитрие мое чувство и приноси деньги. Это называют ведой не брак, а узаконенная проституция. Пяти отношений. Без этих внутренних. Вот семья – это все вместе взятое. Пять ролей женщины, овладевает. Считается, что если она овладела в совершенстве пятью ролями, она не может быть никогда брошенной. Невозможно. Потому что это исполнение всех желаний мужчины. Все, что ему нужно. Абсолютно все. Все, что мужчине нужно. В свою очередь, от мужчины тоже требуются великие качества. Если это великая женщина, то тут великий мужчина. И первое – это знание цели жизни. иначе его разум бесполезен. Если он не знает цель жизни, то нет применения разума. Разум – это способ достичь цели жизни. Но если ее нет, зачем разум нужен? Для выпивки, для наслаждения, тогда он используется и уйти не по назначению. Поэтому первое – знание цели жизни. Это мужская природа. Второе – бесстрашие. Бесстрашие. И третье – щедрость. Это качество великой личности. Или, как мы говорим, с позиции чакры в виде открытой все необходимые чакры. А здесь все неоткрыты. Великая личность знает цель жизни, не боится и щедрость. Может ли великий человек быть трусом? Или жадным? Или не понимает, зачем живет? Нет. Это три главные момента. Поэтому его роль как бы духовного учителя вот благодаря вот этим качествам роль духовного учителя. Когда он становится духовным учителем, только одна вещь необходима для мужчины. Медитация на абсолютную истину на Бога и контроль чувств. Буквально, если говорить конкретно, контроль сексуальной энергии своей. Эти качества в нем автоматически выражаются. Это его природа. Именно сексуальная энергия разрушает вот эту природу, героическую и могущественную мужскую природу. Потому что языком физиологии семя мужчины формируется из крови. Вы знаете, что кровь – это энергетически самая могучная субстанция. В некоторых религиях говорится, что кровь – это душа человека. Настолько она энергетично, могущественна. Так вот, из стакана крови вырабатывается лишь капля семени мужского. Вот такая вот сжатая могучная сила. и когда он расходит энергию для чувственных наслаждений слишком много, он лишается этой энергии. Тогда он становится трусоватым, жадноватым и забывает, зачем живет. Это чисто можно объяснить физиологически и психически. То есть сексуальная энергия лишает его силы. Вот и все. Вам легко быть чедрым, когда много денег, не так ли? А когда мало – трудно. Здесь то же самое. Когда много у нас сил, мы можем помочь кому-то. Мало сил, мы не так способны. И также мужская сила заключается в его контроле чувств и присутствии разума. Это и есть мужчина. Когда он теряет разум, это уже что-то другое. Поэтому напрямую счастье и успех семьи зависит от регуляции семейных отношений, то есть сексуальных отношений. Но также и пища здесь имеет свое значение, другие вспомогательные факторы. Но веды говорят, что есть только один враг у человека в этой жизни, это его вожделение. Это главный враг все пожирающий, говорится, вожделение. Не думайте, что война и вражда существуют потому, что есть Белый дом и Кремль. Не по этой причине, а потому, что есть вожделение. Вот почему это происходит. Поэтому от отношений мужчины и женщины в общество зависит вся и политика, и экономика, и культура, и все на свете. Видите, какая наука взаимоотношений? В центре всей культуры и религии, и философии, и образа жизни отношения мужчины и женщины. Если мы здесь разберемся, все станет на своих местах. Когда? Через полгода. Начиная от этого сегодняшнего времени. Если вы это будете практиковать, через полгода все кардинально изменится в вашей жизни. улучшится во много крат. Сначала нелегко. Почему? Так же, как терпеть зуд, комару кусил, чешется. Трудно терпеть, вы чешете. Легче становится, правда же? А потом зуд усиливается. Он нужно чесать еще больше. Легче. А потом он усиливается. И так, пока в кровь не разорвете руку. А что? Потерпите чуть-чуть, он утихнет. Так же сексуальное желание. Нужно знать, как терпеть, как переключать внимание. Не то, что вы смотрите на противоположный пол и терпите. Так вы с ума сойдете. Так вы пойдете в психиатрическую лечебницу, конечно же. Если вы продолжаете думать об этом и не делать этого, то вы взорвете. Скажите, разорвет эта чакра, вас просто разорвет. Именно вопрос, что вы переключаете внимание выше на другую чакру, это философия, это гармония отношений, это радость, это культура, это творчество, это искусство всевозможное. Это та же сексуальная энергия на более высоких уровнях. В конце концов, есть духовность, это любовь духовная. Если вы обладаете такой энергией, ваш деление просто вам не нужно. Нет необходимости в этом. Оно вообще не нужно, кроме того, чтобы зачинать детей. Оно вообще не нужно, эта энергия. Ходить с сексуально возбужденными не нужно постоянно. Если вы смотрите на улицах друг друга, всегда поддержите это настроение возбуждения. А для чего? Что люди шли путем материального прогресса. Это написано ведом. Если вы хотите ускорить материальный прогресс, тогда просто открывайте вот это вот вожделение, усилите в обществе, чуть-чуть добавьте этих картинок, одежды немножко смените, ноги немножко, юбки поднимите повыше чуть-чуть, и все. И мужчина активизируется в этом направлении, в материальном. Если хотите больше отдухотворить общество, умиротворить, опустите длину юбки чуть пониже и прикройте какие-то другие вещи. Вот и все. И дайте людям знания какие-то. Сейчас эти знания есть, почему на них никто не обращает внимание, скажите? А я объясню. Вот мы сейчас сидим и слушаем. Хорошо. А представьте, что теперь мы все сидим в зале без одежды. Сможем слушать? Зачем нужна одежда? Чтобы мыслить на другом уровне. Это не просто мода. Как красиво или как это было или как это должно быть, это не просто мода. В этом есть смысл разумный. То есть одежда означает, что вы можете мыслить выше обычных каких-то условностей. И вся как раз культура человека, она выражается в его способности одеваться, говорить, вести себя, не вызывая вожделения, не тревожа, разум противоположного пола, а сохраняя видение духовное при этом. Это уважение, это уважение. То есть когда вы видите духовное друг друга, это высшая форма уважения. Когда вы подчеркиваете всегда половые различия, это не уважение к партнеру. Как говорил Иисус Христос, что в этом завете заповедовалось, что тот, кто прелюбодействует, тот должен быть наказан побит камнями. А я вам говорю, Христос сказал, что даже если вы посмотрите на свою жену с вожделением, вы уже прелюбодействуете. Уже это неправильный взгляд. То есть иногда вы знаете, когда это нужно, когда это необходимо, но это не должно быть культурой. Это неправильная основа. Я сейчас говорю революционные вещи, тем более для западного мира, это часть уже западного мира. Но я думаю, что вы уже согласитесь со мной, потому что опыт показывает, что это не та культура, которая удовлетворяет душу, не та культура, которая приносит счастье. Вот чего-то не хватает. И не хватает именно вот этих духовных знаний. А потом, на самом деле, это не так уж и плохо видеть красивую женщину, если вы лишены этого, видения низших чакр. Это хорошо, это вдохновляюще, что есть красивые женщины, допустим. Но смотря как посмотреть на это. Это нравится всем. В физические времена мужчины и женщины играли на праздниках друг с другом на улице. Они бросались маслом, допустим, или водой обливались на праздниках. До сих пор в Индии так делают в какие-то дни. Мужчины в одной стороне, женщины в другой и поливают друг друга то красками, то водой, то маслом. При этом, говорится, вся одежда промокает и прилипает к телу. И обозначиваются все эти черты тела, они могут видеть. Но вожделение не происходит. Радость усиливается, как дети это делают. Такие праздники были, но люди были чистые. Однажды этот святой, о котором я говорил, приехал в Америку и увидел там, какой-то американец стоит около дома и мочится. Он говорит, ну как же не стыдно, что он делает? Что у вас за культура такая? Говорит, пропады. Ну, понимаете, ну в Индии же мы видим, они тоже мочатся. Он говорит, это другое. Там нет вожделения. Они как дети. Это нормально в Индии. Поезжаете в Индию, посмотрите. Там вы тоже можете увидеть все. Но они не вызывают вожделение в своем поведении. Вот это культура. То есть смотрите, вы тоже можете видеть какие-то обнаженные части тела, там это все можно увидеть в какой-то там культуре или омовении, когда кто-то совершает треники, но вы не испытываете вожделение, вы совершенно смотрите по-другому на человека в той культуре. Здесь же, здесь же, в материальной культуре просто веды говорят, когда они в лицо смотрят друг к другу внимательно, возникает вожделение. Достаточно уже одного просто взгляда внимательного. А как? Губы. Помада такая. Там глаза подкрасывают, что это мужчина тоже знает, как это все преподнести из себя, то есть культура, чтобы вызвать вот это вот ощущение. И они думают, что вот это есть вдохновляющая сила, вот это есть та самая гармония, вот это вот как бы счастливое общество, которое может так вот вдохновлять друг друга. Мы однажды пели Киртон, была коллективная медитация у нас в Тюмени. На каком-то третьем этаже какого-то здания, там не знаю, какое-то культурное здание, мы весь этаж занимали в зале. А ниже была свадьба чья-то. Ну там все гремело, там были другие вибрации совсем, ну совершенно вот разные, как чакры, а одно внизу, другое наверху, значит. И там у нас духовные беседы, еще Киртон, медитация, там два-три часа это все, а там все гремит, в это время гремит. И нам нужно было спускаться через этот зал, а потом на улицу выходить. Мы прошли через этот вот клоаку такую. Ну в контрасте это, знаете, нужно было увидеть. Так может быть незаметно, но в контрасте все были ошарашены. То есть там гремит какая-то музыка, даже не музыка, а вот уже бум-бум-бум-бум, вот такие ритмы. А там уже непонятно, какие инструменты играют. Удары такие, сердце, знаете, учащенные, возбужденные. Вот такой ритм задается, вибрация. И они все танцуют. Раскрасневшиеся такие. Мужчины и женщины напротив друг друга и трясутся в так стать. Быстренько, быстренько, быстренько. Глаза у них такие большие, все возбужденные, все пьяные, трясутся, трясутся, трясутся. Вот это чудовищно было. В контрасте вы видите. Когда вы попадаете туда, вы можете не заметить, как это происходит. То есть чакра включается, и все, и разум меняется. окраска, но когда включается другая, боже мой, что происходит, какой кошмар. О, нормально теперь, можно жить. Ой, кошмар, нет, так не могу жить. Если вот так вот показать за несколько секунд, вы сразу увидите, да, разница гигантская, конечно. Как сказал этот святой, говорит, что вожделение, любовь за 40 миль друг от друга. Если любовь там, то вожделение в другую сторону за 40 миль от этого места. То есть любовь чиста, на самом деле, она бескорыстна, она духовна, она не имеет ничего общего с вожделением. Поэтому, когда люди в любви начинают ребенка, когда вожделение становится инструментом, это хорошие дети. Это не является сексуальной жизнью, даже веда говорит. Это не относится к разряду секса. Это божественный акт, говорится, это освященное зачатие. То есть жизнь человека священна, зачатие священное, рождение священное. Брак священен. Вот о чем говорится в этих науках. Сейчас нас очень трудно оторвать от этих представлениях обычных мужских и женских, но мы же хотим с вами построить хорошую семью, верно же? Но так давайте разберемся. Честно только. Мы должны честно разобраться в этой природе и назначении. Что же такое семья и как она строится? Вот такие требования, что сексуальная жизнь в семье раз в месяц не чаще. То, что веды утверждают. Мы говорим о золотых стандартах вед. Как применять, решает каждый индивидуально. Туда мы не вмешиваемся. Но мы говорим о золотых стандартах, высшие, лучшие стандарты. Как хорошо. Итак, что у нас дальше? Да, мы должны пройти еще одну колонку, мы не прошли. Но мы остановились просто на семейной жизни. Я думаю, что тут все-таки нужно остановиться. Много информации. Давайте обсудим эту тему. Завтра продолжим. Какие будут вопросы? Пожалуйста. Доверие. Хороший вопрос. Хороший вопрос. На высшем уровне любовь безусловная находится. И доверие безусловное. Это означает, что вы приняли высшие стандарты чистоты в семье. Тогда проверка не нужна. То есть, мужчина сохраняет свободу в семье, когда он чист. Тогда он свободен. Написано в ведах так, что мужчина может идти куда угодно и когда угодно. И возвращаться, когда пожелает. Вообще не говорит даже жене об этом. Он имеет право быть таким свободным. Но когда чист. В помыслах и привычках. Тогда же она не беспокоится ни в чем. Если он куда-то ушел, он знает, куда он идет. Я ему доверяю. Он мой муж. Значит, что-то важное делает. Но если он не чист, понятно, есть проблемы. Тогда будем волноваться. Куда это он пошел? Откуда это он вернулся? Вот в чем проблема. Что пока есть нечистые привычки и наклонности, семья будет для мужчины ловушкой, капканом, тюрьмой. Чистота дает свободу. Откуда возникает вожделение в семье, кто ответственен за это? Так? Вожделение принимают только по одной причине, что оно приятно как чувство. Если бы не было этого чувства приятного, мы бы сразу понимали, что вожделение – это сильный выход, расход энергии бессмысленный. Что человек чувствует после сексуальных отношений? Опустошение. Чем больше он занимается, тем больше пустоты. Прострация в голове, пустота, вакуум. Это потеря энергии. Единственное, по одной причине принимаем, что это приятное, очень сильное, острое ощущение. Возбуждение сильное, приятное чувство, а потом опустошение. Этот выход энергии, собственной, мы путаем со счастьем. Счастье значит, что вы как раз обогащаете, а тут вы истощаетесь, наоборот. Это путаница происходит. Так же, как верблюд, что происходит? Он ест колючки. Ведический пример. Сухие, горькие колючки, которые пронизывают ее язык. Такие растения он ест, пустые. Но поскольку кровь сочится и смешивается с колючками, и этот вкус крови кажется ему приятным, он принимает это. Вот это называется сексуальное наслаждение. Вот как веды это объясняют. Это иллюзорное наслаждение. На самом деле, мы теряем. Что-то не приобретает. И мы говорим, что это приятно. Но если мужчина и женщина, муж и жена в семье знают, как общаться на уровне интеллекта, они могут это контролировать. Есть очень глубокие, интересные отношения в общении. То есть уметь общаться, понимать, разговаривать. Вот это наука, как общаться с женщиной, мужчине, как с женщиной, с мужчиной общаться, разговаривать. Думаете, сейчас почему такая культура телевизоров? По той причине, что общаться люди не могут глубоко. В доме скучно сейчас без телевизоров. О чем говорить? Ну, как-то не очень, знаете, не очень счастливо как-то. Не наполнено наше существование без развлечений. Поэтому мы ударяемся в развлечение, потому что недостаточно глубокие наши отношения. Не глубокие, недостаточно искренние, недостаточно как бы удовлетворяют душу. Поэтому мы говорим, нужна медитация, нужно научиться вместе петь. Петь вместе, переживать. Петь, конечно, священные гимны лучше всего. Вы уж сами выбираете, что будете петь в семье, кто уже как, тут разные люди. Но стандарт золотой, вы должны петь священные гимны в семье. Супруги. Вот тогда вы почувствуете вот это общее духовное наслаждение. Вот это семья. Вот это понимание. Так же, как секс, как чувства объединяет мужчину в женщину, их может объединить как духовный экстаз. Вот это семья уже. Семья от Бога, говорится, настоящая. Там есть все необходимое. Мужчина. Мужчина. Мужчина устанавливает границы этого именно. Потому что женщина не может установить границы по своей природе, у нее расширяющаяся природа потребностей. Она не остановится по своей природе. Чем больше она примет любое количество. Сколько женщине денег не принесете, она посмотрит и скажет, мало. Не потому, что она жадная. Нет. А потому, что она уже видит сквозь деньги. Не на деньги, а сквозь деньги она видит. Вы-то смотрите на деньги, как мужчина. Ну, целая пачка денег, смотри, много. Вот такая сумма. Она сквозь деньги. Что можно купить на эти деньги? И чем больше денег, тем больше у нее планов, что можно покупать. Всегда мало. Она не жадная, это просто ее природа. Зная эту природу, вы уважаете ее, но контролируете. Как ведая, дается такой пример. Коза и козел. Коза, значит, она вдохновляет его, стоит перед ним, показывает себя, то есть он, значит, вдохновляется, и тогда она чувствует, что он вдохновляется, говорит, принеси мне вот тот предмет. Хочу. Он побежал, принес все. Любит нормально. Опять она вдохновляет его, он вдохновляется, и она заказывает, он выполняет. Но поскольку у нее расширяются желания, она смотрит вокруг, и говорит, там на отвесной скале висит такой красивый цветочек. А теперь вот достань вот этот цветочек для меня. Но тут уже козел понимает своим разумом, что можно костей не собрать, то есть опасно очень. Очень рискованно. Что лучше это вообще не делать. А она говорит, ну ты же любишь меня, правильно же? Ну она его поражает вдохновлять. И тогда у козла есть рога для этого, на этот случай. Он ставит рога и атакует ее, прижимает к стене, а она говорит, да я просто прошутила, я ее не хотела. Это я просто так сказала. Женщина всегда может так сказать, она что-то сказала, это я просто так сказала, не обращай внимания. Это тоже нормально для нее. Она не лживая, просто она женщина. Нельзя называть ее лживой, хотя веды называют, что она лживая в этом смысле слова. Но мы должны уважать природу. Понимать, что она обманывает нас, но это ее природа. Поэтому нужно просто ее контролировать, как ребенка. С любовью, как ребенка, но контролировать. Все, достаточно. Секса, дорогая. Раз в месяц. Она скажет, а ты что, меня не любишь? Рога наставляете на нее? Да я на нее очень-то и хотел, я вообще могу без этого боитесь. То есть мужчина должен здесь проявить свою силу, вот тут нужна ему сила, решимость и разум его. Жене тоже показали, что он силен в принятии решений. И тогда, хотя она не долитворена осталась, она уважает его. Вот такой муж. Она будет гордиться потом рассказывать кому-то. Он мне так прижал рогами однажды. О, знаете, великий человек. Вот интересная природа. Чем больше удовлетворяет ее женщину, тем меньше она нас уважает. Если все желания исполняете ее, вы под каблук попадаете. Это уже падшее положение мужчины. Мужчина никогда не должен прогибаться перед женой. Говорит Советов. Должен сохранить силу. Это в ее же интересах, в интересах всей семьи. Но если мы говорим о святой женщине и мужчине, они это понимают вместе, прекрасным образом. Там очень все это согласовано. Она знает, как контролирует свои чувства, он знает, как контролирует свои чувства. Там есть Бог. Все в порядке. Мужская и женская природы, они несовершенны, они имеют много недостатков. Мужская природа, она предательская. женская природа, все пожирающие. Поэтому Вида говорит, ты не мужчина, не женщина, это душа. Не отрезвляйся с мужчиной и женщиной, значит, ты приобретешь эти качества плохие. это чакры духовные, да? Это как? Искусственное оплодотворение, медицинские акне. это не очень хорошо. Тут, конечно, решают уже сами. Я не одобряю вот этот искусственное оплодотворение. Там должна быть любовь причиной рождения ребенка. Может быть, усыновить тогда лучше. мне кажется, я не могу сейчас точно утверждать, что такие дети, они некачественные будут, недостаточно качественные. Вы не хотите просто какого-то некачественного ребенка. То есть, тут будет какая-то сложность, какой-то недостаток может быть. Установленный ребенок. В каком-то смысле, да, это уже, конечно, качество другое. Лучше свои дети, но не всегда это бывает. Но решает уже сама семья. Я просто сказал мнение. Да. Да, да, я и говорю, это решает семья. Это от их решения, путь это их решение, поймите. Тут нет какого-то ответа. Это именно внутренний вопрос, семейный вопрос. Да. От страха. Самое главное условие, которое веды выделяют в искусстве отношений, чтобы избавиться от всех страхов, недостатков, от пороков, от всего на свете, это общение со святыми, садху. Нет, не в церковь. Я не знаю, не в этом дело. Личность нужна, не церковь, святой человек. Сейчас главная проблема нашей цивилизации в том, что люди не имеют доступа к общению со святыми. Отсюда все пороки развиваются, несчастье и неспособность как бы что-то изменить. То есть решение всего вопроса заключается именно в этом. Это центральный момент, ключевой момент всей нашей жизни цивилизованной. С кем мы общаемся, таким мы и становимся. Если вы хотите освободиться от страха, общайтесь с бесстрашными людьми. Если хотите избавиться от невежества, общайтесь с людьми, знающими. И так далее. А это означает, святые люди, знающие, бесстрашные, обладающие всеми лучшими качествами, это именно святые люди. Поскольку обычные люди, они изменили уже все законы Писаний, они не живут по Писаниям. У нас уже другие законы с вами. Если Писание говорится одно, мы все равно делаем по-другому. И мы сами от человека законы предлагаем человеку. А это не позволительно согласно венам. Все страхи и пробуждаются несовершенства. Вот этим наши несовершенные законы человеческие. На которые нельзя полагаться, на самом деле. Они постоянно меняются, или не исполняются, и трансформируются под нашими сентиментальными желаниями. То есть закон идет не от человека к человеку, а от Бога к человеку закон спускает. Когда вы получаете эти законы свыше, вот тогда вы становитесь бесстрашными. Ну так же, пример, хорошо. Если вы соблюдаете все законы государства, вы же не боитесь полицию. У вас нет страха. Вы спокойно проходите, там милиционеры, все хорошо, они защищают порядок, но если вы нарушаете все законы, и уголовный кодекс вас преследует, вы боитесь любой формы. Милицейская. Это пример, сравнение. Так же, если вы живете по всем заповедям священным, вы будете бесстрашны, даже перед смертью. Потому что вы чисты, у вас нет греха. Потому что источник страха только грех. В зависимости от конкретного греха, есть конкретные виды страхов. Виды страхов. Зависит от того конкретно, какой грех мы совершили, какой проступок, какое преступление мы совершили. Страх означает, что мы совершили какие-то грехи в прошлом и ошибки в настоящем. Но общаясь со святыми людьми, вы избавляетесь от всего этого. Страх за ребенка – это страх влагости. Это называется раса, любовь. Любовь вы тоже боитесь, боитесь человека, которого вы любите, немножко побаивайтесь. Это называется раса. Это не тот животный страх, который порабощает разум. Это разумный страх, так скажем. Это страх, приемлемый, позитивный страх. Разве вы не побаlya с того человека, которого вы любите? Побаиваете? Или уважаете кого-то, тоже какой-то страх уважения? Страх любви, страх уважения. Есть такое понятие. Но это здоровые отношения. Продолжение следует... Если мужчина хочет очень часто видеться, встречаться с девушкой, то для этого нужно объявлять помолвку. Иначе нельзя это позволять. Это очень опасно. В плане нарушения этих принципов чистоты – это опасно. Запомните одну вещь. Там, где мужчина и женщина, там обязательно будет секс. Это вопрос времени. И секс вне брака – это серьезная ошибка. Люди страдают не потому, что влюбляются, а потому, что в секс вступает недозволенный. Любить не грех, поймите. Это нормально, естественно, сердце – это природа человека, это уважается. Но то, что не вступает в секс до брака или вне брака – вот это проблема. Например, вы познакомились с молодым человеком, как бы нравились друг другу. Решили проверить свои отношения, начали вступать в сексуальные отношения. А потом разошлись. И что вы чувствуете? Вот в чем беда, видите? Вот в чем травма остается. Без сексуальных отношений это не наносит глубокой травмы. А почему же, когда сексуальные отношения происходят, почему травма? Потому что связываются два тонких тела. Веда говорится, что муж и жена – это не родственники. Это одно тело, имеется в виду тонкое тело. Поэтому фактически, если есть секс, это уже акт брачный, поймите. Уже эту самскарую впечатление вы не сотрете за всю свою жизнь. Совсем другое, когда платонически любили кого-то и расстались, вы вспоминаете, как светлое чувство, радостное. Это никак не навредит вам. Любовь вам не навредит, секс навредит. Поэтому вне брака не вступайте. Это защита, это главное условие, чтобы сохранить свою чистоту и счастье в жизни. Не разбить свою жизнь. Это похотливый мужчина, если он еще обижается. Это похотливый человек, будьте осторожны. А если он серьезно настроен – помолвка. Потом свадьба, а потом, пожалуйста, без всяких обид. Будешь работать всю жизнь на этих детей, на меня – все нормально. Если он не соглашается и обижается на вас – это странный мужчина. Видите, мужчина не проще поэксплуатировать женщину. Еще и обижается. Он не побег tipicил всех себе. Не поддавается. Поехалось. ОнTINU. Устали. Помогу. Единственное. Софтанской. если уже произошло, если проклятие женщины уже есть, уже проникло, и женщина ушла из жизни, что делать теперь? От всех проклятий, от всех негативных впечатлений, обид, тревог, несчастья, накопленных в уме, избавляет только духовная практика. Ничто иное. Это называется а-карма на санскрите. То есть карма, благочестивая деятельность, ви-карма, греховная деятельность, и а-карма, очищающая деятельность. То есть это божественная практика, у каждого должна. Так можно очиститься от всех этих плохих вещей. Духовная практика, это означает, сюда включается, ну, на самом деле, согласно ведам, это звучит так, шраванам, киртанам, вишно, смаранам, падасеван, арчанам, ванданам, дасям, сакхям, атма, неведам. Девять процессов существует. Есть очень возвышенные, сложные процессы, есть очень простые процессы духовной жизни. Например, когда вы проявляете человеческую доброту, это не духовная практика еще, это человеческий уровень просто, цивилизованный. Но духовная означает божественность, связанная с Богом, так или иначе. Поэтому шраванам, киртанам, что слушание о Боге, это первая ступень, это уже духовная практика. Потом, когда вы говорите об абсолютной истине о Боге, тоже, киртанам, смаранам, помните, и так далее. Я не буду все девять процессов сейчас описывать. Вот эти давайте три освоим. Уже очиститесь от всего на свете. Если просто мы слушаем изверганого источника, ум приходит в полную разовесие. Уже испытываете счастье. Третье – памятование. Память, способность помнить о Боге. Помнить, не забывать, да. Смаранам. Смаранам также медитация называется, глубокая память. Смотрите, как в школе. Слушай, повторяй. Снова слушай, повторяй. Запомнил? Вот теперь запомнил. Процесс слушания и повторения формирует памятование. Вот и все просто. Это и есть те самые методы древние. Только нужно сменить объект. О чем мы думаем, о чем говорим, о чем слушаем. Ну, посчитайте. Сделайте диаграмму для себя. О чем в течение дня вы слушаете, о чем вы говорите? Вы поражитесь просто. Просто поразитесь. Это никому показывать не захотите. То есть сколько ценных вещей мы проговариваем, прослушиваем в течение дня или года, скажем. Вы просто поразитесь, что даже одного процента не наберете иногда в обычной жизни. Что-то важного. Это просто вы забудете в этой жизни. Даже не вспомните через уже полгода. Даже через неделю. Никакой цены эта жизнь не имеет. Вот мы прожили, скажем, 50-40 лет, 30 лет, кто-то больше. Что мы помним о этой жизни ценного? Какие-то небольшие моменты всего лишь. Несколько небольших, какие-то ценных моментов в жизни. Возможно, если еще посчастливее. Все. Все остальное мы забываем, как что-то несущественное. Потому что мы не слушали и не говорили ничего ценного. Чтобы что-то ценное сказать, нужно ценно услышать сначала. Поэтому первое – слушание шравана. Второе – вы поняли, услышали. Повторите обязательно кому-то. Передайте это. И в сердце успеется смараном. Это становится вашей природой. Это входит в вашу глубину сознания. Ну, простая вещь. Также чтение Священных Писаний относится к смаранам. Когда вы молча читаете, вы размышляете смаранам. Вы одновременно думаете об этом. Глубокий процесс. Медитация, молитва относятся также к духовной практике. Служение Богу относятся к духовной практике. Уважение по отношению к Богу, поклонение тоже относятся к духовной практике. Один искренний поклон, говорит Советов, очищает от всех грехов искренний поклон. И вот трудно сделать искренним. Поклониться-то несложно. Сгруппироваться я смог. А вот искренне поклониться. Я до сих пор еще учусь, еще 30 лет уже практикую. Я пытаюсь научиться этому. Это серьезная практика. А ведь просто все. Поподробнее об этом принципе. Служите Вишну на районе, Лакшми сама придет. Хорошо. Хорошо. Конечно, это не так просто объяснить подробнее, но тут нужен эксперимент. Подумайте, что вы хотите сделать для Бога. Вот завтра сядьте и подумайте просто с утра. Вот у вас какие-то ресурсы, способности, возможности, денежные и другие, и умственные. И сядьте и подумайте, что я могу сделать для Бога. И реально построите какой-то план, возможно, для вас. И вы увидите, к вам придут новые ресурсы. Сами. Лакшми придет сама. Для служения она сразу явится. Это нужно в эксперименте, на практике. Или вы просто хотите что-то хорошее делать. Допустим, сейчас прозвучало в начале проект. Так, Елена, она тут объявила, что здесь хороший проект. Если вы убеждены, что он хороший, вы просто сами поможете, верно же? Лакшми придет. Поскольку он для всех хороший, то есть для Бога служения, для всех означает. Люди скажут, а я помогу. Лакшми с мамой придет. Это отзовется в сердце кого-то. Но если я скажу, я затеял построить себе большой дом, лично для себя, понимаете? Ну, хочу. Жить не хуже других. Дайте мне деньги, пожалуйста. Никто не откликнет. В основном никто не откликнет. Это не для Бога. Вы не служите на районе. Лакшми не придет. В Америке есть такая программа. Существует такая программа. Мне рассказывали. Вы можете, имеете право по закону. Воспользоваться каким-то залом. Очень дешево. И представить свою какую-то программу альтруистическую. Ну, для Бога, для людей. Что полезного вы могли бы сделать, если у вас были бы деньги, допустим? Есть. Позволяется людям вот так взять и себя представить. Скажем. Богатым людям. И если они увидят, да, на самом деле вы искренне, бескорыстно хотите вклад какой-то сделать, жертвуют миллионы долларов. Сразу откликаются. То есть в Америке это практикуют. Делают. То есть если вы только на районе служите, сразу лакшми приходят. Вот такие примеры. Что такое азартная игра? Почему человек так склонен к азартной игре? Азартная игра — это возбуждение ума сильное. И вот это возбуждение ума, оно подобно наркотику, адреналину. Вот это влияние попадает в разум человека. Ему очень трудно потом отказаться от этой привычки. Азарт называется. Интересно, что в ГИТе об этом Кришна говорит. Я азартная игра, он говорит так же. Когда перечисляет какие-то свои проявления в материальном мире, одно из которых говорит, я азартная игра. Потому что от нее очень трудно человеку потом оторваться. Она сильно связывает его. То есть сила представляет, как это сила Кришны, Верховного Бога. Или Христос, то же самое. И азартная игра, она связана с лживым мышлением. Она развивает лживое мышление в человеке. Например, сейчас жизнь устроена на этом принципе мышления. Действуй, и тебе, возможно, повезет. Как азартная игра в жизнь предлагается часто. Выиграй свою жизнь. Давай, попытайся. Возможно, тебе повезет. Вот на этот фактор, как в азартную игру. И люди возбуждаются от этого всего. Вдруг повезет, вдруг повезет, вдруг повезет. Мне точно повезет сейчас. Сейчас я все прочитаю, как в азартной игре. И они забывают, зачем они вообще живут. Однажды в Петербурге мы были на какой-то улице. Там женщина что-то продавала в киоске. Не знаю, то ли это мороженое было. И там вдобавок было лото. Спорт-лато или как это называется. Ну, быстрая такая вот штука. Разрываете, там сразу выигрыш какой-то. И вот так люди так же покупают одновременно это. Мы там что-то приостановились. Есть какая-то женщина, купила эту бумажку, разорвала, и там автомобиль. Вы не представляете, что на улице случилось. Все бросились на этот барабан и разорвали на части. Конечно, никто ничего не выиграл. Это называется состояние азартного ума. Вы уже знаете, что вряд ли это будет там выигрыш. Естественно, если вы там на уши вытянули вторую, вряд ли вы там вытянете до барабана. Но на глазах мгновенно это произошло. Раскупили мгновенно весь барабан. Порублю все это было. Это азартная игра. Это принцип «вдруг все-таки повезет». Видите, кому-то повезло. И все бросаются туда. Это все исходит из принципа азартных игр. Это удешевление жизни называется на санскрите сахаджи, упрощение. Упростить все в жизни. Просто на везение рассчитывает человек. Не собирается какие-то усилия, труда, изучение, науки. На везение рассчитывает, чтобы не повезло. Это мышление азартного игрока. И ум возбуждается. Вот и вся проблема возбуждения ума. Так, мы должны сейчас здесь закончить. Завтра продолжим. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...